Гранд Шримад Бхагаватан, песня 8, клава 2, слон Гаджендра, попадает в беду. Текст 33. Перевод стиха. Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, который поглотил каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему Владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Верховного Господа знают далеко не все, но Он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, готовый поглотить каждого из нас, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен, ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему Владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Комментарий о Божественной Милости. Любой разумный человек понимает, что существует высшая власть, которой подчиняется все. Этот повелитель является в различных воплощениях, чтобы вызволить из беды невинные души. Как подтверждается в Бхагавадгите 4.8, Парит Траная Садхунам Винашья Ча Душкритинам. Господь приходит в этот мир в своих различных воплощениях, имея две цели – уничтожить грешников в Душкрите и защитить праведных. Царь Слонов решил предаться ему. Это разумное решение. Нужно знать о существовании Верховного Господа и искать его покровительство. Господь Сам нисходит в этот мир в одном из своих воплощений, чтобы научить нас, как стать счастливыми. И только глупцы и невежды отказываются обратить свой разум к Верховной Личности Бога. В Шруте-Мантре говорится Из страха перед Верховным Господом дует ветер, солнце дарит свет и тепло, и смерть охотится за каждым. Это значит, существует Верховный Повелитель, о котором в Бхагавадгите сказано Майдахи Акшена Апракрыты Суяты Са Чарачарам. Мироздание действует так, слаженно только потому, что им управляет Верховный Повелитель. О его существовании может догадаться любой разумный человек. Кроме того, Всевышний Сам приходит в облике Господа Кришны, Господа Чайтани Махапрабу и Господа Рамачандры, чтобы дать нам наставление и на своем примере показать, как нужно предаваться Верховной Личности Бога. Тем не менее, Душкритины, низшие из людей, не хотят покоряться Господу. Намам Душкритина Мудхах Прападьян Тейна Радхамах В Бхагавадгите Господь ясно говорит Мритюх Сарва Хараш Чахам Я – всепожирающая смерть. Стало быть, Мритю или смерть – это представитель Господа, который забирает все у живого существа, воплощенного в материальном теле. Никто не может утверждать «Я не боюсь смерти». Это было бы лукавством. Смерти боятся все. Но тот, кто ищет привежища Верховной Личности Господа, может спастись от смерти. Кто-то возразит «Разве преданные не умирают?» Преданный, конечно же, должен будет оставить свое нынешнее тело, ибо оно материальное. Но разница в том, что у человека, полностью подчиненного Кришне, входящегося под его защитой, нынешнее тело – последнее. Он больше не родится в материальном теле, обреченном на смерть. Так утверждается в Бхагавадгите. Преданный, оставив тело, не рождается больше в материальном мире, а возвращается домой, к Богу. Мы живем в непрерывной опасности, ибо в любой момент к нам может прийти смерть. Не следует думать, что только Гаджендра, царь слонов, боится смерти. Каждый должен бояться смерти, ибо все и все обитатели этого мира находятся в пасти крокодила вечного времени, и в любую минуту каждый может умереть. Поэтому лучший выход – найти прибежище у Кришны, Верховной Личности Бога, и тем самым положить конец борьбе за существование в материальном мире, где все вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Обрести такое понимание – высшая цель жизни. Так заканчивается комментарий Бхакти Веданты ко второй главе восьмой песни «Гран Шриман Бхагаватам», которая называется «Слонган Джендра попадает в беду». Итак, в Бхагаватгите, если вы помните, еще раз я напомню, описываются две проблемы, о которых говорит Кришна, чтобы человек мог постигать его, или Кришну. Кришна говорит Арджуне «Ты мой друг Бхакта, и не завидуешь мне». Три такие важные вещи Кришна говорит Арджуне, по какой причине он будет его защищать, и по какой причине он будет его наставлять, и будет с ним в каких-то взаимоотношениях. И он говорит «Ты мой друг, ты мой Бхакта, и не завидуешь мне». И мы с вами говорили, две вещи существуют, или два чувства, которые указывают на наше осквернение, и которые делают нас негодяями. Это зависть и страх. Два этих чувства, или два этих качества, они делают нас негодяями. Все, что мы в своей жизни сделали, мы сделали плохого, под влиянием этих двух качеств – зависти и страха. И на самом деле мы ничего не сделали хорошего, поскольку даже хорошее мы делали под влиянием, опять же, этих двух так называемых качеств – страха и зависти. И поэтому, в общем-то, мы не хорошие люди. Потому что мы даже хорошее делаем, потому что кому-то завидуем. Или вынуждены делать хорошее, потому что боимся. И таким образом, Махараш Парикши тоже говорит, что я не верю в это благодетельство этих людей, которые охвачены завистью и страхом. Он не верит и не доверяет этим людям. Когда мы здесь так же себя что-то выпендрием, выпячиваем, как-то себя ведем там очень здорово. И поэтому из-за этих двух вещей зависть рождает выгоду, а страх рождает что? Ну, кто-то его знает. Ненависть. Ненависть. Страх дает ненависть. И так возникают эти два аспекта – желание и ненависть, которые всегда пропитывают материальное сознание живого существа, находящегося в материальном мире. И столько мы тратим сил, движимые этими двумя пороками – это желаниями и ненавистью. Что же мы желаем? Из зависти мы желаем наслаждаться. Когда мы видим или слышим, что кто-то наслаждается более совершенно, чем мы, начинаем испытывать зависть. Когда мы видим, что кто-то более привлекателен, более богат, более красив, более умен, более отречен, у него больше власти, больше знания и так далее, мы начинаем испытывать зависть к этим людям, потому что они в центре внимания. Так мы устремляемся к тому же. Но движимые чем? Завистью. И мы с вами обсуждали, что это и есть мотивация. Основная мотивация материального сознания, что если я что-то не начну делать, то только из зависти. И пока я не увижу что-то такое превосходящее в моей зависти по отношению к другим, кому я завидую, я не буду двигаться. Я не буду двигаться. И поэтому, когда мы здесь читаем какие-то истории, здесь говорится, вот Бог защитил Гаджендру, все, мы уже завидуем. Мы уже завидуем. Мы хотим поклоняться Богу. Из чего? Из страха. Но завидуем чему? Что Он попал в какую-то ситуацию, и Кришна Его спасает. И так, тут же возникло два этих чувства. Зависть. Мы позавидовали, что Он вылез. Но почему мы хотим тоже теперь предаться Кришне? Почему? Из страха. Из страха. И как мы предаемся из страха? Духовно или материально? Мы о чем беспокоимся-то? Мы за что боимся-то? Здесь Парупада описывает. За тело. Мы боимся за тело. И поэтому наше предание, оно телесное. Потому что мы ждем, вот вы заметили, люди ждут. Когда же почки перестанут болеть? Когда печень перестанет болеть? Что-то я разболелась, совсем у меня тут, видимо, предное служение не идет никак. И люди так воспринимают телесно все. Вот у меня спина от Санкиртыны болит. От Санкиртыны вообще ничего не болит никогда. Запомните это. Никогда не слушайте этих людей. Они просто сбиты с толку телесной концепции жизни. И не больше. Они испытывают от того, что они с женщинами не общаются. Что они чувствуют себя какими-то не в своем ашерами. Ну просто сексуальная потенция сжигает и все. Поскольку она не трансформируется, не занята. Потому что человек не осознает, как действовать. Почему он не осознает? Движимый завистью и чем? Страхом. Ему страшно принимать аскезы. И он что? Завидует тем, кто не принимая аскезы. Наслаждается. Мы видим, как Рамана описывает. Когда Рамана сказал, не надо принимать никакие аскезы. Наслаждайтесь. И люди сразу пошли на это. Когда мы здесь говорим, не надо никаких аскез, не надо ложное эго рубить. Просто поклоняйтесь Божеством и все. И сразу это мы подхватываем. И начинаем говорить тому человеку, который рубит наше ложное эго или пытается нас вытащить. Сразу говорит, вот вы не правы. Здесь вот слишком жестко. Почему вы так говорите? Вот зачем? Что нас охватывает? Страх перед аскезами. Это аскетично. Физически аскетично и тонко аскетично. Мы сразу говорим, это аскезы. Но Брахма слышит. Тапа. Почему же Брама? На какую же категорию мы разделились? Мы и Кришна в предыдущем стихе говорили. Чатур Витхаба, Джанки, Мам, Джана, Сукрити, Нарджуна. Одних людей только заставит беда ко мне обращаться. И вот к такому стилю проповеди. К таким наставлениям, к таким отношениям. Только беда. Других людей, вот как, допустим, Кришна. Он становится в армии Арджуны. Он становится в армии Арджуны. Что же они хотят? Может, они хотят разбогатеть? Может быть, что-то еще? Нет? И так они обращаются к Кришне. Дуриат Хана обращался к Кришне. Очень многие демоны обратились к Кришне за разными вещами. За какими? Вот, в частности, демоны приняли его армию. Значит, они обратились к Кришне? Они у него что-то получают? Несомненно. Они взяли его армию. Они перед ним лебезили очень часто. Пытались, так сказать, его склонять на свою сторону. Почему? Потому что видели, что Кришна оказывает сильное влияние на какую-то категорию людей. И они пытались заручаться его поддержкой Кришны. Почему? Потому что тогда, поскольку они видели, что есть какая-то часть общества, которая принимает Кришну авторитетом, то они пытались использовать авторитет Кришны для того, чтобы воздействовать на тех, кто принимает его авторитет. Использовать Кришну? Как вы думаете, это возможно использовать Кришну в своих корыстных целях? Нет. Как раз это и есть иллюзия. Это и есть иллюзия. Хочу быть владычицей морской и чтоб рыбка была у меня на побегушках. Это и есть иллюзия. Это была иллюзия демонов. И она так и остается. Что как будто бы мы сможем управлять автобусами, я уже говорил, которые будут подходить, почками. Просто Кришна говорит, ну-ка Кришна, вот я тебе молюсь, я очень искренне, давай почки мне вылечи. Ой, я такая, очень искренне, дай мне брахманические посвящения. Нет. Вам придется заниматься людьми, поднимать этих людей. И если эти люди будут лучше, вы будете о них заботиться, вы становитесь лучше. Может быть, я вас рекомендую, видя какие-то определенные аспекты вашей деятельности. Может быть. А не то, что у вас со мной будут хорошие отношения или плохие. Меня это не интересует. Я давным-давно за гранью этих хороших и плохих отношений нахожусь. Иначе бы я так не проповедовал. Если бы я постоянно делал упредел, кому сказать хорошее, кому плохое, я бы ничего не сказал вообще. Поэтому все знают, что мне пачками денег не забить, глотку и там какими-то поцелуями, чем-то еще. Я говорю об этом. Если это так, мы говорим так. Если это не так, мы не говорим так. Вот и все. И никакие тут личные... Как вот люди говорят, прости, ничего личного. Иначе будет пристрастие. Иначе будет возникать пристрастие. Кто мне нравится, кто не нравится. Это так, это не так. Итак, Кришна говорит, четыре типа людей преданно служат мне. Те, кто в беде. Итак, как вы думаете, сама реакция беды, кто ее устроил? Кто устроил такой закон, что если мы действуем неправильно, мы будем получать беду? Кто? Бог. Бог. Скажите мне, пожалуйста, вы все в беде хоть раз в жизни были? Что вас двинуло? Жениться, пресмыкаться, выстраивать правильные отношения, деньги получать. Вы никогда не анализировали это? Чем вы движимы всегда? Чем мы, я тоже. Вот чем мы все движимы? Завистью и страхом. Страхом остаться на улице, страхом кто-то не поднесет воды там в момент смерти или что-то еще. Страхом сидеть, страхом умереть. И что мы еще? Мы завидуем. А, увидим ли у кого-то брахманскую, уже хотим тоже ее. Почему? Потому что человек начинает оказывать влияние, другие к нему обращаться начинают. Но мы даже не заметили, что к нему обращаются как к должности, а как человека его не уважают. Все просто. Люди всегда привыкли крутиться возле начальников. Таким образом, личности самой не видно, а если что, положение. То есть, любую личность. И поэтому всегда во языцах говорили, король умер, да здравствует король. Потому что, как личность, король никого не интересовал никогда. Всегда интересовало то, что он может. Он могущественный, он может подписать приказ, указ, ему надо, так сказать, подхалимничать. То есть, король умер, что? Да здравствует. То есть, место короля никогда не бывает каким? Пустым. И на этого короля, который ушел, мы на него навесим всех собак. И это сделает не только народ. Это сделает сам новый король. Он навесит всех собак на старого короля. А поскольку люди опять принимают новый авторитет, то они опять это примут, что старый король был какой? Вот из-за кого мы плохо жили. Из-за кого? Из-за старого короля. Потом пройдет какое-то время, и люди опять недовольны этим новым королем. Потому что новый король, так или иначе, с каждой минутой, с каждым днем становится каким? Старым королем. С каждой минутой, с каждым... Он становится старым королем. И люди опять недовольствуют. Ну, не надо беспокоиться, скоро будет всем хорошо, будет новый король. И опять новая надежда. Как Чернышевский писал. Это надежда на доброго царя. Что появится царь, который все наши проблемы решит. А какие же проблемы нужно решить? Две проблемы, из-за которых мы постоянно рождаемся и умираем. Какие? Зависть и страх. Вы представляете? Только две вещи, которые заставляют нас рождаться и умирать. Это зависть и страх. Зависть и страх. Если человек избавляется от этих двух качеств постепенно. А что значит избавляется? Это не значит, что нам кто-то дал их. Мы же осквернились. Мы просто осквернились. Как-то у меня спросила одна предная. А что такое характер? Вообще, что такое характер? Мы видим, у каких-то людей плохой характер, у каких-то людей хороший характер. И мы, что означает, когда мы говорим хороший и плохой характер? Нет, вообще, двойственность понятна. Молчи пока. Пока ничего не говори. Когда будешь здесь сидеть, вот, знаешь, со шнуром лет 10. Говори все, что. А сейчас пока должен спрашивать. Ничего не говори. Потому что все, что ты говоришь, бред. Так что же происходит с нами? Что такое характер? Ну, вот как характер появляется? Итак, запомните. Характер – это то, насколько вы трусливы, завистливы, похотливы, жадны, властолюбивы, тщеславны. Вот это и есть то, что сформировало ваш характер. Вот это и есть ваш характер. То есть, характер формируется всеми негативными и ни одного позитивного проявления. Почему? Потому что на фундаменте зависти и страха ничего позитивного, что никогда не возникает. Никогда. Это все продолжение страха и зависти. И когда мы говорим «хороший», «плохой», мы говорим только по отношению к своим чувствам, к какой-то системе. Нам колбасы дали много, мы думаем «какой?» «Хороший». Колбасу отобрали? «Плохой». Видите, как все? Когда нам страшно, мы говорим «плохой». А когда нам завидуем, говорим «хороший» или «тоже плохой». Когда нам завидуют, мы чувствуем себя такими вдохновленными. Вы замечали, да? Как все хотят, чтобы завидовали. Поэтому хвастаются. Хвастаются одеждой, машинами, чем-то там. Хвастаются, как работали, как переработали. Хвастаются, сколько пожертвовали. Хвастаются, где были. Хвастаются, хвастаются, хвастаются. Хвастовство. Помните, да, хвост есть такое понятие? Все хвастаются. День и ночь хвастаются. Почему? Хотят, чтобы им завидовали. Почему? Потому что они сами испытывают, когда зависть каким-то людям. И хотят, чтобы кто-то на нас так же. Зависть. Мы хвастаемся и завидуем. И что же? А в чем же наш страх? Пропада описывает, что живое существо живет, как будто бы, в смерти. Нет. Вот это и есть страх. Как узнать, что человек трус? Он никогда не хочет думать и говорить о чем? О смерти. О смерти. Тханурведа описывает. Тханурведа. Что человек, который... Что значит беспечный, беззаботный, трусливый, подлый, завистливый и так далее. Все плохие качества. Он никогда не хочет ни думать, ни говорить, ни обсуждать вопросы чего. Смерти. То есть, вопросы рождения, старости, болезни и смерти. Это самый негодяй. И они говорят, не надо нам ложное эго рубить. А что рубится в основном? Два наших качества. Зависть и что? Страх. И поэтому, как мы только слышим крепкие слова или слышим сладкие слова, у нас либо зависть, либо страх перед чьей-то проповедью. Итак, мы завидуем сладкой проповеди, потому что сладости любят все. Это почти как златоустие. Знаете, если у вас златоустие... Золото, оно привлекательно для всех. Почему есть такое выражение? Мы не луидоры, что всем нравится. Луидоры это золотая монета французская. И луидоры нравились всем. Вот если сейчас золотую монету... Ну, конечно, кто-нибудь так на публику сказал. А мне не нравится. И пошел бы воровать. Золотые монеты нравятся всем. И поэтому, помните, я говорил, как у Гёте в Фаусте там говорится. На земле весь род людской чтит один кумир нетленный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир телец золотой. В угождение богу злато. Род на род идет войной. И людская кровь рекой по клинку течет булата. Люди гибнут за металл. А что золото дает? Власть и чувственные наслаждения. И поэтому его назвали хиранья кашипу. Хиранья кашипу. Хиранья что это? Золото, которое дает что? Всевозможные чувственные наслаждения. Хиранья кашипу. Как вы думаете? Прохлада Махараш все время о чем говорил с хиранья кашипу? О бренности жизни. Все время говорил о бренности жизни. И хиранья кашипу это задевала. Потому что у него другие планы были. Если я сейчас начну вам говорить, завтра вы умрете. И все время это обмусоливать. И говорить, что у вас будет какая плохая лекция. Какая-то вообще не вдохновляющая лекция. Почему? Потому что страх заставит оценить эту лекцию плохой. Страх скажет. Он плохой проповедник. Почему? Почему? И есть, правопада говорит, два вида проповеди. Когда люди становятся безучастными. Это значит вы бесполезный проповедник. Что значит безучастными? Вы никого не заставили задуматься. Вы только дали приятное чувство. Не приятную самскару. А приятное чувство. И люди, плохо разбирающиеся в йоге, они не могут понять, в чем различие между оставить приятное чувство и оставить что? Приятную самскару. Что значит самскара? И мы не можем смотреть на самскару с позиции приятного и неприятного чувства. С позиции чего мы можем смотреть на самскару? Вот шастра говорится. Это знание. Это знание. Знание это и есть самскара. То есть, в вашем сердце отпечаталась какая-то самскара, которая дала вам знание. Как не бояться или как получить то, чему вы завидуете. То есть, как Кришна говорит, чего стоит бояться, чего не стоит бояться. И как удовлетворить свои потребности. Которые возникли из чего? Из зависти. Из зависти. Мы вообще сюда зачем пришли? Вы не помните, как описывается в шастрах, какой вообще целью был наш сюда приход и почему мы здесь оказались? Из-за чего? Да, мы все сюда пришли стать Кришнами. То есть, цель наша. Вот смотрите, сейчас выпадет. Стать красивыми. Все хотят стать красивыми? Все. Богатыми все хотят стать? Все. Все хотят иметь власть? Все. Все хотят знанием обладать? Все. Только люди выбирают, каким знанием. Или в сейфы как знать, скрывать там, допустим, университеты, так еще иногда говорят. Тюремные университеты пройти? Или такие пройти университеты? Все мы хотим быть отреченными. Несомненно. Чтобы вот так направо, налево, благородными все хотим быть. Таким образом, и все мы хотим власти. Все шесть достояний Кришны мы хотим. Это почему же мы все время шесть этих вещей так сильно жаждем? У кого мы их увидели? Кто там был такой всепривлекающий? И поэтому он был такой привлекательный. Почему? Потому что он красивый, все знает. У него вся власть, сила, отречение. У него все. Так почему же мы хотим такими же стать? И для кого? И тогда Парупада говорит, рождается желание обзавестись семьей. Когда человек видит какую-то неудачу, что он не стал настолько привлекательным, он ищет семейную жизнь. Потому что в семье можно стать Богом. В семье можно стать Богом. Но когда он видит, что и в семье он не стал Богом, где он хочет стать? Тогда нужны разные одурманивающие средства. Потому что когда их нажрешься, кажется, что ты немножко стал каким? Красивым, смелым, отреченным. Вы видели, по пьяни люди все знают. Ну, все знают. По пьяни люди раздают все. Потому что они щедрые, им кажется, что они богатые. Люди смелые. Им кажется, что они власть имеют. Поэтому они говорят, что ты меня уважаешь. Но все-таки я ему понравился, что я привлекательный, красивый. И когда люди колются или пьют, возникает эта иллюзия, которую они не могут осуществить в каком мире? В мире трезвом, в реальном. И они начинают это невежество. В шастрах описывают, что это погружение в нереальность. Почему? Потому что там теперь только можно осуществить эти вещи. Почему же человек не может? Потому что он боится. Он видит, что здесь, в этом мире, чего-то достигают очень умные, храбрые люди. Очень умные, храбрые. То есть, не просто храбрые, а очень при этом что? Умные. Два качества нужны в этом мире. Разум, будхи называется. Их храбрость. Абхая. Кажется, что это какие-то две вещи, которые надо отдельно получить. Нет. Говорится, через разум, через просветление разума, человек становится каким? Бесстрашным. Вот удивительно. Оказывается, через просветление разума человек становится бесстрашным. И Кришна говорит, человек из предписания Вет должен узнать, чего бояться, а чего не бояться. И когда мы говорим, что у нас есть вера какая-то, то есть, вартмана, вартмана-гуру у нас есть. Он дает нам веру во что? В Писание. Как вы думаете? Вот он дал веру в Писание, и все. И вера потом сама работает. Это происходит как? Постоянно. 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 Нам нужен вартмана-гуру. Всегда. Нам нужен всегда шикша-гуру. И всегда нам нужен дикша-гуру. Как вы думаете, какие два качества самые важные? В дикше, в шикше или в вартмане? Ну, вот как вы думаете? Какой гуру самый важный? Шикша, да, в музее? Вдохновляет. Помочь человеку. Да какой же? Дикше, шикше или вартмана? Ну, да. Вот какой важный? Шукшу. Шукшу. А вдруг он гонит? Шукшу. В шастрах-то говорится, что гуру, шастру и садху. Да? Да все три они важны. Дети, вы без них, без трех всех не обойдетесь. Никогда. Поэтому в шастрах и говорится, нужно точно иметь эти все. Трех этих гуру. Шастра – это вартмана-гуру. Садху – это шикша-гуру. И дикша – это дикша-гуру. Всегда они остаются, всегда с нами. Хорошо, это когда этот человек воплощен в одном теле, в одном лице. Мы все, и то, и другое можем у него узнать. Но на самом деле шастры говорят – нет. Все, что говорит гуру, должно подтверждаться шастрами и очариями прошлого. И настоящего. Таким образом, всегда гуру, в общем-то, стоит в таком состоянии тоже. Знаете, очень долгое время, когда говорится «парокша», «апарокша», «адхокша», «джета» – это все состояния, в которых мы еще не совсем доверяем. Не совсем доверяем. Как Арджуна с Кришной, он не совсем доверял ему. Еще нет такого доверия. Поскольку мы здесь все предались как? Все готовы к «курукшетре»? Все отдать сейчас, если гуру скажет. Да нет. А посмотрите. У меня вот шнур на шее висит. У вас кантемалы, все. У вас всех есть гуру. Так вы на какой стадии находитесь? Вообще, мы на какой стадии находимся? Мы хотя бы похожи на Арджуну? Хотя бы чуть-чуть? Нет, конечно. И почему? Почему? Не сомнение. Страшно. Страх порождает сомнение. Итак, когда мы боимся, страх порождает сомнение. Ты что ко мне прибегаешь, когда спрашиваешь? Что делать? Что делать? Чем движимый? Страхом. Таким образом, из-за страха возникают что? Сомнения. Итак, если устранен страх, а страх может устраниться только что. Почему мы говорим, что смысл вед? Пхаян шокам барджи тага. То есть, чем глубже человек постигает веды, тем он более становится каким? Бесстрашным. А раз он недвижим страхом, то сомнения его что? Устраняются. Устраняются сомнения. Прямо в процессе знания устраняются сомнения человека. Устраняются сомнения. Как вы думаете, где в большей степени мы получаем знания? В каком процессе? Вот представьте, мы повторяем там что-то еще, что-то еще. Кто знает из вас? Вот самый-самый крутой процесс, который все формирует наше знание. Ну, как вы думаете, какие? Вот из девяти. Конечно, шраваном. Конечно, однозначно шраваном. Шраваном. Он всегда остается самым важным процессом. И здесь люди приходят на приветствие туда-сюда. Это лишь для того, чтобы очиститься. И появилась потребность в чем? В шраваном. И поэтому в шастрах говорится. По вкусу к слушанию только можно определить. Больше не почему. По вкусу слушания. Если есть вкус слушания, появляется вкус повторения. Как только два этих вкуса, слушания и повторения соединяются, появляется вкус. То есть потребность об этом помнить и думать об этом. Манману, Бхава, Манбхакто. И поэтому пропада описывает эти три процесса. Шраваном, Киртаном, Киртаном, Вишнох, Смараном, Падаса, Ваям. Смараном, вернее. Все. Вот эти три вещи необходимы, чтобы прогрессировать. Это слушать, повторять и помнить. И все. Поэтому мы можем видеть, что многие мудрецы, они только слушали. Ничего не делали. Они не работали, ничего у них не было. Какой-то на работу ходить. У них их работа была слушать и задавать вопросы. Слушать, задавать вопросы. Потом их работа была какая? Другим рассказывать это и отвечать на их вопросы. Так у них формировалось. И так браманы не работали. И ничего не делали они. Что они делали? Они познавали. Познавали. И откуда возникал аскетизм брахманический? Из слушания. Из слушания. А откуда возникало слушания? Кто знает? Из страха. Из страха смерти. И шрамом может заняться только тот, кто точно знает, что он боится смерти. Очень сильно боится смерти. И Махарадж Парикшит пришел и сказал гуру. Что делать? Что его толкнуло на это? Смерть. Брахма, когда он стал узнавать, сам попытался узнать, кто он, чего. Он стал спускаться по стеблю лотоса. Что он там почувствовал? Страх смерти. Вернулся. И стал думать, как победить смерть? Как победить смерть? Я так боюсь, я такой трусливый. И этот страх, охваченный страхом, и страх вынудил человека что делать? Поэтому две вещи есть. Насколько у вас силен страх, настолько у вас пропорционально сильно желание от него избавиться. Поэтому, когда мы говорим о страхе, о разных страшных вещах, в шастрах это говорится. Что под каждым кустом здесь скрывается, что смерть, потом все, пятое, десятое. Люди рождаются, стареют, болеют, умирают. Все неприятные вещи. Все неприятные вещи. А потом параллельно этим неприятным вещам рассказывается о приятных вещах. Где-то другой мир есть, там все хорошо, там вот так, так, так. А здесь от самой высшей планеты Сати Лока и до самой низшей Тапала, все равно здесь все юдоль страданий. Юда. Видите? Чудо-юда. Юдоль. Юдоль страдания. То есть, как избежать страданий? Потому что страдать невежество. А от чего мы страдаем? От двух вещей. Зависти и страха. Почему мы страдаем? Значит, мы точно можем с вами сформулировать один важный аспект. Что в нас прогресса в духовной жизни ровно настолько, насколько мы становимся менее завистливыми и менее трусливыми. Все. А все это достигается через что? Почему пропады? Думай о смерти. Моменту море. Почему все эти кшатры всегда знали, что надо умереть? Каждый день человеку говорили о том, что тебе придется умереть. Каждый день. Во сне, что ты можешь умереть. Что ты сейчас сидишь, у тебя сердце может отказать. Что-то с тобой может произойти. И так далее, и так далее. Все время человеку говорили. Ой, зачем? Мы же должны говорить о любви. О любви. Сахаджия это. Я вам докажу, что это сахаджия. Самое натуральное. Потому что человек, которому рассказывают о любви, и он не избавился от многих вещей. Что с ним происходит? В нем страх еще сильнее возникает. Еще сильнее возникает страх. Почему? Потому что с материальным сознанием человек... Человек... Вот мы же все сказки слушали. Мы все с вами о любви слушаем и смотрим. У нас песен о любви вообще море. Можно даже песни петь о любви к Богу. Хоть что. Но почему мы не продвигаемся? Почему мы все равно боимся оскорблений? Боимся, что нас кто-то выставит сейчас здесь публично? Даже плакать нам. Ко мне приходят, постоянно жалуются. Зачем вы так грубо? Зачем так резко? А из-за чего человек так говорит? Страх, конечно. Что о нем подумают? Ему самому неприятно. Вот это называется. Вот настолько у нас грязи там много. Потому что, когда приходит смерть, с нами никто не будет про любовь нам там рассказывать. Когда нам ноги отрезают, нам никто про любовь не рассказывает. Когда у нас сваливается болезнь, никто не будет нам ничего говорить про любовь. Ни к Богу, ни к кому. И в шастре говорится, что любой процесс будет начинаться с уровня благоговения, почтения и смирения. Любой процесс. А это в первую очередь две вещи. Какие? Страх, который порождает все сомнения. Я сомневаюсь, что вы хороший человек, потому что я вас боюсь. Я боюсь ваших лекций. Я боюсь то, что вы говорите. Я боюсь то, я боюсь это. И поэтому все, чего я боюсь, оно какое? Хорошее или плохое? О! О! Как удивительно возникает. Смотрите, какой ход логики. Что я считаю плохим только то, чего я боюсь. Я не хочу горький вкус, потому что горе там. Горький, поэтому называется. Горькое, оттуда горе. Итак, горе на языке, горе в уме, горе в ушах, горе в глазах, горе в коже, горе во всем. В анусе, в гениталиях, горе. Горечь. И он говорит. И горечь, она причиняет что? Боль. Есть бал, а есть бол. Итак, боль. Причиняется боль. И что же боль? И Арджуна говорит. Боль иссушила мои чувства. То есть, Кришна хорошая что-то говорит Арджуне? А? Может, о любви начал ему рассказывать? А как он с гопи пляшет? А? Вы что? Вы что, бхактишастры или кто вы? Я в ужасе от вас. В ужасе просто. Неужели вы думаете, что Кришна начал рассказывать о лилах своих? Кришна ему рассказывает закон кармы, реинкарнации, рассказывает тригуны материальной природы, все остальное. Такую боль испытывает Арджуна. Арджуна плачет, бросает лук и стрелы, говорит, я не буду сражаться, вообще не буду сражаться. Не буду я ничего делать. И при этом Арджуна уверен, что он какой человек? Смелый и хороший человек. Он уверен, он привязан к такому представлению о жизни, что именно это и делает человека хорошим. И почему в нем это происходит? Страх. Страх. Где же этот страх? Где же он скрывается, как вы думаете? Где страх-то? В сердце. В сердце. В шастрах этот страх, говорится, это неправильное движение Ки. Вот мы говорим, Ки-джай, Ки-джай. Неправильное движение Ки. То есть, праны. И из-за того, что в человеке неправильно двигается прана, а прана почему движение совершает разное? В соответствии с желаниями живого существа. Желания возникают из чего? Конечно. Из зависти. И желания же возникают из чего? Из страха. И поэтому возникает дисбаланс Ки. Итак, почему мы хотим славы, власти, почести, чувственных наслаждений? И так мы сейчас перечислили. Все шесть этих атрибутов хотим. Красоты, молодости хотим. Из зависти. Правильно. Из зависти и из-за страха. Почему мы хотим жить и боимся смерти? Нам кажется, что новая минута, новая жизнь, но дает нам шанс это что? Получить. Или, по крайней мере, не потерять то, что мы имеем. Потому что мы это себе что? Присвоили. Несомненно, присвоили. В самоиллюзии. И оттуда разные недостатки проистекают. Тысяча, тысячи недостатков. И в шастрах говорится, как человек может стать смелым? Он отказывается от власти, от славы, от всего остального. Единственное, от чего он не отказывается. От чего? Кто знает? От исполнения долга. Так человек становится постепенно смелым. Потому что кий выравнивается. В сердце. Вы все знаете, что два есть аспекта страха и зависти. И все они находятся в желудке и в сердце. В желудке и в сердце. И в шастрах говорится, что воля находится в почках. А душа в сердце. Удивительно. Почему, говорят, со страха что сделал? Да. Или? А желудок, это вот кишечник все. Или обкакался, или что? Опысился. А откуда кий ударило? Из сердца. Кий бьет по двум этим направлениям. В почки и в желудок ударяет. Поэтому мы говорим, кий джая. Кий это та божественная энергия, которую мы не хотим принять. Понимаете, да? Почему? Потому что кий направлено на что? На зависть. На зависть к Богу. Наша кий не направлена на служение. И поэтому заслужение мы говорим там. Там мы говорим там. Ну, представим, да? Кого-то там. Мадхова Прабу кий джай. Да? Мы говорим там. А Мадхова Прабу кричит. Ниранжана Махараджи кий джай. Мы кий. И когда мы кричим кий. Это мы подразумеваем. Ее в Китае называют ци. И вот это кий, оно управляет гунами. И поэтому называется ци гун. И поэтому все эти боевые школы, они, что? Нельзя было самураев долг брать. То, все, пятое, десятое. Себя вести определенным образом. Для чего? Что все это, да, разрушает кий. Разрушает кий. Почему браманам нельзя было многие вещи делать? Это разрушало кий. То есть, что значит разрушает кий? Оскверняет это кий. И почему мы говорим? Потому что мы тщеславные и властолюбивые. Мы хотим славы, почести, власти. Кому? А кричим кому? Что даже когда мы кричим, что вся слава туда, на самом деле даже орем из-за того, что вся слава куда? Сюда. Почему? И когда я вижу человека, которого не оторвать от стула, который такой легкомысленный, который там всего боится, как его оскорбят, что о нем скажут. И Парупада говорит, описывая эти стихи Бхагавадгити, Кришна говорит, в счастье и в несчастье, в радости и в горе, в чести и в бесчестии. То есть, что же такое равновесие? И что может уравновесить человека? Только кий. Только кий. И Кришна говорит Арджуне, откажись от победы и от поражений. Откажись от потерь и приобретений. Действуй лишь для моего удовлетворения. Итак, это кий повернутая куда? К Богу. И вот весь процесс знания. И там говорится, помните, да? Шри и Шипанишат дает это такое направление кий. И вы помните, да? Гэ Кэ Ша. Мы говорим Кри, Шри, Шри и так далее. И вот Иши Панишат дает Иша Васья Идам Сарвам. Что все принадлежит в этом мире кому? Значит, вся наша энергия, все наше тело, все кому принадлежит? Нам? Маме, может, папе, может, нашим детям, может, нашей родине. Кому все принадлежит? О! Это означает, что нас сразу ориентируют, кому мы должны эту кий, с кем мы должны связать эту кий. Что это кий? Все это слава так называемая. Наша слава. Она исходит, источник нашей славы. Кто? Кришна. И она должна что? К нам приходить, чтобы мы ее что делали? Возвращали. Она приходит, чтобы мы ее что? Возвратили. Как приводится пример. Воду Ганги. Кому? Ганги. Таким образом, когда мы говорим о цигун или о ки, об этой энергии ки. Поэтому называется хара-ки-ри. Хара-ки-ри называется. Это то шакти. Ки, которое мы его называем кундалини-шакти. И вот это ки. И если мы это ки не направляем на Бога, Кришна говорит, все, что ты не делал бы, ты должен делать лишь для моего удовлетворения. Сделай все, как жертвоприношение мне. Для этого мы должны помнить. Жертвоприношение, это означает что? Что существует наука жертвоприношения. Наука. То есть, мы должны знать, как это сделать. И когда мы говорим хороший характер или плохой характер, плохой по отношению к кому характер? К нам. Но почему-то этого человека Бог больше любит, чем нас. Почему? У кого, значит, плохой характер? Видите, как все? Все совершенно по-другому. Потому что мы относительно себя мир рассматриваем. Эгоцентрично. Но как только мы начинаем рассматривать мир относительно Бога, как те, кого мы не любим, могут оказаться в тысячу раз нас что? Лучше. Как вы думаете, как относились Кауравы к Арджуне, которые намерялся их всех замочить? И как относился Арджуна к тем, кто пытался его замочить? Арджуна к ним испытывал какое чувство? Поэтому и говорится, что любая битва начинается с чего? С уважения. И это уважение выказывает чем? Поклоном. Всегда кланяются. Для чего? Чтобы не испытывать страха и что? Ненависти. Страх и ненависть. Потому что мы ненавидим того, кого мы боимся. Вы заметили, да? Они боятся дьявола, и поэтому дьявола любят. А если бояться всего этого, как вы можете это полюбить? Если Бог – это смерть, как вы его полюбите? Если Бог устроил, что вас здесь будут позорить, бить, не давать вам покоя никогда. Вы уверены, что, если, поясняем, что я вам не буду этого говорить, а вам просто где-то в тюрьме это будут говорить? Ни на лекции, нигде. Или вот сейчас где-нибудь там придут какие-то пацаны, там, вам будут причинять беспокойство. Жены вас выгонят или так далее. И они вообще соображать ничего не будут. Вам будут причинять, и вы будете бояться. И страх стал чем? Характером человека. И поэтому Кришна говорит, варны, браманы, кшатри, вайши и шудры. Значит, самые трусливые кто? О! Вау! И самые завистливые кто? Если мы с вами придем к выводу, что только от познания Бога формируется характер, то есть гуна-карма, вот этот цигун. Да, кигун. То что получается? В Бхагаватам говорится, что от глубины веры в верховную личность Бога распределены все варны и ашрамы. Итак, браманы меньше всего завистливые и меньше всего трусливые. На второй идут кто? Кшатри. Менее завистливые и менее трусливые. На третьей категории идут вайши. Еще менее, вернее, менее. То есть, что такое? Больше зависти, больше страха у вайши. И больше страха и зависти у кого? У шудр. И пропад описывает. Поэтому их качества сокрушатся и не удовлетворены они. Почему? Потому что завидуют и страх. Как же, когда у человека страх и зависть, он может быть каким? Радостным, удовлетворенным, веселым. И поэтому они из страха и из зависти склонны к принятию одурманивающих средств. Из страха и зависти они склонны. Почему? Потому что они видят, что в этом мире-то как бы, ну, не... Да. И они начинают в другой мир лезть. Грузятся в другой мир. Для чего? Чтобы там скрыться от своих, что? Страхов. Чтобы там в этом мире обалдевшем. И вы заметили, да, сейчас, чем больше у нас детей таких не получают, они клей там нюхают. Для чего? От страха перед этим миром. Потому что они очень сильно завистили. Они не могут понять, почему у них так все произошло. Они считают, что они не виноваты. Что вы такие богатые, а мы такие. И они ненавидят. Они ненавидят. И они боятся. Чего же они боятся? Чего же они боятся? Вот если их поставить к стенке, они будут бояться? Они всегда так делают. Так значит, их смелость на чем основана? И Прупада описывает. Он говорит. Наглые, самодовольные. Они наглые. Ловлюете, да? Они наглые и самодовольные. И они какие? Завистливые и злонравные. Таким образом, только под страхом смерти. И даже когда смерть им грозит, они будут все говорить, что хорошо, все хорошо. И будут потом хохотать, что вас обманули. И будут делать так же. Две вещи, которые ими двигают. Это опять же зависть и страх. Почему? Потому что они низшие из людей. Народ хама. Чей народ? Удивительно. Народ хама. Прупада здесь описывает. А что такое народные сказки? Народные сказки. Кто такой народа? Итак, люди, сбитые из толку, не могут понять, что же необходимо для того, чтобы избавиться от этого постоянно трясущего себя состояния. Кто о чем тебе скажет? Что ты не получишь? Тебя обидели, бедненького? И в этом мире живое существо постоянно шлифуется. Постоянно шлифуется. Вот мы, допустим, иногда говорим. Мы не принимаем ваш авторитет. Почему? Что я? Может быть, трусливее вас? Или может, зависливее вас? Нет, вы жестокие по отношению к нами. Люди думают, я жестокий. Что именно я у вас отнимаю деньги. На вас нападаю. Вас выгнал из квартир, из ваших. Именно я, ваш сын, который спился. Именно все это я. Да? А я вас чем учу? Почему вы страдаете? Почему вы страдаете? Со страху. Когда-то я изучал такую науку. Как человек двигается, как он грызет ногти. Как он руки в карманы кладет. Как он себя ведет. Как он дружелюбничает и так далее. Я знаю около трехсот поведений трусости разной. Сто в одном качестве, сто в другом и сто в третьем. То есть, сто в невежестве страх, сто в страсти и сто в благости. Как человек себя ведет. Вот, допустим, те, кто грызут ногти, это трусы. Сто процентов. Те, кто все время руки в карманах держат, это трусы. Все время руки в карманах. Любимая такая поза. Это трусливые люди. Это трусливые люди. И есть очень много разных показателей, как узнать, что человек боится. И существует очень много чего защитных реакций. И все, вот о чем я вам говорю, грызть ногти, руки в карманах, там как-то тело свое накачивать и так далее, и так далее. Все это называется защитить себя от страха. Защитить. То есть, это защитная реакция на страх. Именно на страх. Почему всегда говорят народе, что у плохого солдата перед боем всегда что? Понос. Почему? Почему пысает он и понос? Желудок и почки атакуются ки. Атакуются. То есть, этот дисбаланс атакует желудок и почки. И все, и у человека проблемы. Значит, как мы можем узнать трусливого и завистливого человека по болезням чего? Видите, как все просто. Желудок, он какой? Завистливый. Очень желание вот эти. Итак, мы говорим, желание и ненависть. Это болезни почек. Желание и страхи. Страх это обратная сторона ненависти. А обратная сторона желания и что? Зависть. Зависть и ненависть. И поэтому у них всегда проблемы. И когда мне кто-то говорит, что у него что-то болит, вы будьте осторожны. Я же много, я же полжизни отдал, чтобы изучить все эти вещи. А второй полжизни увидел, что это все идеально работает. Что это 100%. Это 100%. Почему у вас пуп не на месте? Почему у вас спина болит? Все это показывает на ваши негативные качества. А вы сбитые с толку начинаете это афишировать. Думая, что это из-за санкиртаны. Что это из-за чрезмерных аскез. Что вас здесь эксплуатировали. И так далее. Мы даже не знаем о том, что существует целая наука. Просто мы не зная ее, ведем себя так. И удивляемся, что о нас у тех... Почему Джадда Барата сказал, доведись тебе попасть в общество продвинутых личностей, тебе бы там никто не выказал даже что? Почтение. Почему он это сказал? Сразу видно, кто это такой. Сразу видно, что это за человек. И поэтому Аюрведа, она рекомендует работать над чем? Над качествами. Поскольку психофизическое состояние человека зависит от его сознания. И начинается все с определенной психической вещи. И когда мы говорим об этих всех видах тренировок, то это называется то, что в шастрах и называют состоянием медитации. Что когда человек учится медитировать, и Кришна говорит, да, а лучше... То есть, знанием называется что? Кришна в Бхагадгите говорит, медитация. А лучшая медитация это отказ от плодов своей деятельности. Вот почему я людям все время говорю, вы должны отказываться, отказываться. Помни, что не ты являешься причиной своей деятельности. И плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И узнав об этом, не пытайся уклоняться от исполнения долга. Почему? Потому что человек может опять подумать, ой, так зачем это значит, раз мне не привязать, зачем я буду делать? И он остается трусом и завистником. И вся его жизнь, весь его характер будет уничтожен. Потому что это будет самый плохой, подлый, похотливый, дипломатичный, все это политичный и так далее. Самый ущемленный, уязвленный человек, действующий по собственной прихоти всегда. Как вы думаете, что такое прихоть? В чем разница между желаниями и прихотью? Приходящее, значит. Прихоть, это значит приходящее. То есть какое? Незначительное, неценное. Незначительное, неценное. И мы состоим из разных желаний и прихоти. То есть прихоти, это то, что мы можем без ничего обойтись. А вот желание, это то, что мы считаем ценным. Итак, люди раньше считали, что не завидовать и не бояться, это и есть истинная ценность всей жизни. И жизнь на это ложили. Представляете, да? То есть жизнь они свою посвящали. Как избавиться от чего? От зависти и страха. И поэтому были какими? Религиозными. Они знали, что эти качества возникли от зависти к Богу. И из-за страха, какого? Смерти. Потому что мы попали в мир смерти. Из-за чего? Из-за зависти. Удивительно. Оказывается, из-за зависти человек смертен. А из-за этого второго качества человек смертен, он становится каким? Трусом. Он становится трусом. Как вы думаете, а почему люди отсюда уходят, они там что-то? Топаси. Они боятся топаси. Они трусы. Они боятся свою задницу поднять, поехать, где-то жить, лишиться детей и того, сего. Они боятся. У них планы. Планы завистливых и трусливых людей. И они при этом хотят слушать, что? Лилы. Лилы. А весь источник вечного наслаждения описывает демонов, жителей Вриндавана и Кришну. И весь источник вечного наслаждения, весь абсолютно направлен на две вещи. Демоны порождают страх. Улавливаете, да? И избавление от чего? От зависти. Которое выражается в том, что эти жители Вриндавана все пытаются жить беспечно и наслаждаться. Таким образом, когда они хотят жить беспечно, то есть лилами наслаждаться, тут же появляются кто? Демоны. И значит, кто порождает и привлекает, притягивает демонов? Желание наслаждаться лилами с Кришной. Не служить Кришне, а желание наслаждаться. Не наслаждать, а наслаждаться. И как только живые существа начинают наслаждаться тем, что они достигли в сознании Кришны, так тут же в их жизни появляются кто? Демоны. Проблемы сразу обрушиваются на их голову. Сразу, мгновенно обрушиваются проблемы. И каждый демон олицетворяет те проблемы, которые возникли в результате служения. Гордость, зависть, тщеславие, то-се, пятое-десятое. Из-за чего? Что живое существо завидует плодам определенной деятельности. И устремляется к плодам своей деятельности. То есть, если мы от чего-то отрекаемся, мы хотим же почета, власти. Так ведь, да? Я сделал, гирлянду хочу. Если я там что-то сделал, хочу, чтобы меня все уважали теперь. Я же хочу, чтобы меня уважали, поэтому надо брахманическое посвящение. Я тогда буду палец вот так делать. И что же нас толкает к брахманическому посвящению? Зависть или страх? Давайте проанализируем. Ко мне люди подходят и говорят, ой, я скоро умру, давайте скорее. И что, вы думаете, вы не будете испытывать страха, что ли, и боли? Вот вам первую инициацию дали. Вы что, перестали завидовать и бояться чего-то? Многие даже не реализовали ничего. Вообще. Ой, я не могу, я там то, я не могу, я то не могу, я это не могу. И поэтому эти две вещи необходимы. Зависть и страх. И Кришна говорит, медитация лучшее из знаний. А лучшее из медитации что? Отказ от плодов деятельности. То есть, что мы понимаем, что если мы будем отказываться, мы станем смелыми, бесстрашными. Абгая. Как только мы становимся бесстрашными, как тут же устраняются наши сомнения. Как только устраняются, память восстанавливается. О-о-о. Вот почему люди с одного раза все запоминали-то. Ну надо же. Ой, какая новость. Я такая дура старая, ничего не помню. Потому что так давно из зависти и страха люди живут. И поэтому бесполезно. Башка вообще ничего не соображает. Никаких параллелей не проводится. Что мешает? Зависть и страх. Мешает чистому разуму действовать. Просветленный разум не двигается. И поэтому вегиана не происходит. Опа. Духовную жизнь не пускает, что нет вегианы. Страх. Один с балкона спрыгивает за свои какие-то определенные ошибки, так называемые. Он ошибся. А если бы не ошибся, то его не на ошибку двинул бы что? Страх. Страх совершить ошибку. А чем должен же двигать человека? Что человек должен делать, для того, чтобы не страх им руководил? Как вы думаете? Отказываться от плодов своей деятельности. И Кришна говорит, ибо только так можно достигнуть спокойствия ума. А как вы думаете, что там, почему он качается? Потому что там две вещи его беспокоят. Что? Страх и зависть. Вот он в каком состоянии находится. И поэтому в таком раскачанном состоянии он всякую чушь порит. Все, что он говорит, безумие. Все, что он делает, так сказать. Вернее, все, что говорит, бред. Все, что делает, безумие. И все, к чему это приближает. Смерть. И когда человек в этом дисбалансе наболтает всякую ерунду, наделает делов. Потом приходится бежать куда-нибудь. Во Вриндаван якобы. Или туда. Но в этом состоянии страха и всего остального. Кришна что делает? Он создает нам эти ситуации. Чтоб мы что поняли? Что мы не находимся в равновесии. Что мы тщеславны. То, все. И в шастрах описывается, что само наличие страха наш друг. Потому что каждый раз, когда мы испытываем чувство страха, мы можем точно знать, что мы должны что? Поклоняться. И он говорит, эти стопы, которые делают человека бесстрашным. Таким образом, свою преданность мы можем постоянно осознавать с позиции чего? Сколько в нас остается этого страха? И как в свое время один человек меня учил и рассказывал, что все это постепенно происходит. Все это происходит постепенно. И страх не надо побеждать. И в шастрах описывается также этот страх. В гуне благости говорится. Не благости, а добродетели. В гуне добродетели. Это означает добродетель отказываться от плодов своей деятельности. А благость это что? Делать что-то, чтобы что? Получить себе. Не в этой форме, так в этой. Понимаете, да? То есть, мы что-то тебе делаем за то, чтобы прославиться. Мы что-то тебе делаем, чтобы нас уважали и так далее. Добродетель всегда в гуне какой? Это да. Благость это добродетель в гуне страсти. Помните, я им говорю, что в каждой гуне так же мы делим. И добродетель, это означает, мы что-то отказываемся. И это добродетель, и в шастрах описано. Гуна добродетели возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от результатов прошлой греховной деятельности, дает мудрость и религиозность. Дает мудрость и тхарму. Что значит возвышает? На чем же мы возвысились? Над завистью и страхами. А между ними завистью и страхом тщеславие, властолюбие, алчность, лень, вот все там. Между этими двумя полярными вещами. Как помните, я объяснял. Есть тхарма и есть что? Адхарма. А вот все, что между ними, мы знаем, как другие школы. И все. Есть сонатная тхарма и есть адхарма. Все остальное, это как приблизиться от одного к чему? К другому. Кто-то так сразу может, а кто-то вот так постепенно будет. Не доверяет. Будет проходить там. Ой, надо мягче. Ой, надо там слаще. Ой, давайте это все. Да ради бога, кто не дает-то? Гните, гните, здесь живите, трусьте, заходите в подъезд и тряситесь. Бойтесь, что вас придет сейчас налоговая, что вас изобьют, украдут, обворуют, что вас кто-то унизит, обязательно наплюет на вас, умрет ваш ребенок, жена. Все, бойтесь, живите в страхе. И змей пусть вами питается. Пусть он сжирает вас. И тряситесь. Тряситесь день и ночь. Тряситесь. Трепещите. Я не могу так жить. Я не могу жить в вечном страхе. В вечной зависти этой подлой шлюхе. Не могу, которая в сердце танцует. А вы ради бога, слушайте Лилы Кришны. Туда еще к этой проститутке, еще и Лилы Кришны прилепить, так вообще. А не плохо было бы демонов Вриндавана? Сами придут. Они уже там давным-давно живут. Сами придут. Они приходят день и ночь. Тебе вот недавно приходили, предлагали. Потому что там у тебя. Конечно. Все готово уже. Все уже готово. Вам предложат стучать. Информировать. То, сё. Потому что в вашем сердце уже все для этого готово. Вот почему я говорю, стукачи. Вы еще, может быть, не стучали. В том смысле, как вы думаете. Потому что ваше сердце готово уже к этому. Потому что вы считаете так же это опасным для себя. Как и они. Что это очень опасно, оказывается. Опасно. Надо же про Лилы говорить. Надо же. Вот скажите мне. Если бы у вас был ребенок, вы бы что хотели? Его медленно продвигать? Или быстро? Самого любимого человека вы бы как попытались продвинуть? В этой жизни? Или оставить его на следующее? Ну, всерьезно. Естественно сразу. Естественно сразу. И поэтому говорится. Махарадж Ашока. Когда он просветлел. Он испытал сильное сострадание к всем живым существам. И распространил буддизм по всему миру. Когда Шила Прабхупада просветлел. Он распространил это знание везде, куда только он мог проникнуть. Он везде распространял это. Потому что он состраданием к живым существам проникал. Он пропитался этим состраданием. И не к их телам. А к самому живому существу. Которое охвачено из-за телесной концепции жизни. С завистью и страхом. С завистью и страхом. Не успеете убить, убьют вас. Кого убить? И Кришна говорит. Невозможно вас убить. Никаким видом оружия. Никаким огнем. Ничем. И если нас что-то задевает. Задевает не душу отнюдь. А то, с чем мы себя отождествляем. То есть, то, что мы себе присвоили незаконно. Какую-то славу. Какой-то почет. Какое-то знание. Какое-то самомнение. Мы присвоили. И у нас попробует только... Дерни. И вот почему Бакстанта Сарасвати говорил. Что те люди, которые нас критиковали. Или которые нам делают беспокойство. Они самые лучшие из всех. Но понять и оценить это. Мы сможем только на стадии очищения. Что движимые именно этими людьми. Мы становимся какими? Лучше. Именно лучше. И поэтому Шастра говорится. Беда именно была для нас лучше. Для нас именно нищета стала. Самое то, что нас двинуло. Любопытство. Что мы не знали, для чего жить и как жить. И истина. Цель. Бесцельно прожитые годы. Охваченные завистью и страхом. И поэтому Господь Шричитани Махапрабу сказал всем предным. Ругают. Вот так вот быстро пытаются продвинуть. Только каких преданных? Продвинутых. Я могу, конечно, находиться в полной иллюзии. По поводу вас. В полной иллюзии. А мне так все 42 пункта очень много помогли в жизни. Мне помогли те, кто меня критикует. Потому что от многого я внутри своего сердца стал отказываться. И перестал их бояться. Очень многие люди обучили меня не завидовать и не бояться. Очень многие люди дали мне это. И я ощутил свободу. Я стал радостный. Я стал шутить. Я стал счастлив. Оказывается, несчастные нам делают несчастными. Ни деньги, ни квартирка, ни отсутствие мужа или присутствие мужа. А что? Зависть и страх. Все горе, откуда что-то проистекает. Вся эта непостоянная система возникает. Вся эта иллюзия притягивается. Только завистниками и трусами. И больше ничем. И в шастрах говорится, когда мы начинаем служить этой божественной энергии, хара, и поэтому мы говорим ки, джая, вся слава кому ки, этой божественной энергии. Этой божественной энергии, которую мы полностью ориентируем своим сознанием на Кришну. И нам за это не надо ничего. Потому что если мы ничего не будем просить за это, мы постепенно станем смелыми. Ом тат сат. Постепенно мы становимся смелыми. Постепенно мы бесстрашными становимся и менее завистливыми. Улавливаете, да? И тогда мы становимся радостными. И Кришна говорит, искренний человек найдет этот путь очень каким радостным. Но мы хотим радоваться, когда устраняются страхи. Как мы устраняемся? То есть мы не стали смелее, а уничтожили объекты, которые нас пугают. Вы понимаете, да, что происходит? И мы радостные. Как же можно радоваться этому? Теперь никто нам не укажет, что мы трусы. Никто теперь нам не указывает, что мы какие? Гордые. Представляете, да? Теперь все так здорово, что мы не знаем, что мы подлые, завистливые, похотливые, гадкие. И только лилы Кришны слышим. Как Кришна с нами будет купаться в озерах? Нет. Вы будете там птицами, обезьянами, деревьями. И так сказать, ой. Но кто-то сейчас пропукнет. Да там и даже деревом быть счастье. Вы поверите трусливому и завистливому человеку, что для него счастье быть деревом? Так вот, Кришна награждает тех, кто отказывается от плодов своей деятельности, от зависти и от страха. Чем? Просветленным разумом. То есть, человек становится бесстрашным и офигенно разумным. И это состояние называется будхи-йогам упашритья матчитах сататамбава. И когда мы изучаем это все о Кришне. И связано это с Кришной, а не просто с пустым местом. Кто же нас избавляет от зависти и от страха? Ки-джая. Кому? Ганга-мая-ямуна-мая-ки. При Мадхаване. Самая драгоценная молитва, которая только... По которой мы можем отказываться от плодов своей деятельности. Туласи, Вринда-деви, ки-джай, мы говорим. Там. Основатель его божественной милости Шриле Парупади, ки-джай. И так мы начинаем. Ом Вишнапада, Парамхамса, Паравраджикачаре, Коти, Вайшнава, ки-джай. И мы должны это произносить как? Неформально. Это жизнь наша такова должна быть. И тогда страх уходит из сердца. Мы не боимся, что нас ограбят, обворуют, убьют. Мы не боимся. Потому что с нами кто? Кот мит унс. Как фашисты так хотели сделать. Просто напечатав на пуговицах, они хотели уже... Нет. Нужно было служить Богу. Чтобы избавиться от страхов. Когда мы служим стопам Духовного Учителя. И так, Шраванам, Киртанам и Смаранам дает Пада Севанам. Мы начинаем понимать, что надо служить. И так люди, которые отказываются от власти, от славы, от почести. Их просят просто. Их лишь просят. А мы к этому что? Устремлены сами. Мы хотим стать такими. Мы уж на какие только уловки не идем. Но нас никто не будет уважать. Какую бы мы наизусть лекцию и поведение, и движение, и лексикон не выучили. Не будут нас уважать. Почему? Потому что это мартышка. Знаете, что такое март? И что же в марте? Вот сейчас март. Прямо сейчас природа начнет оживать. Поэтому обезьяну называют манки. Запомните это. Не будьте обезьянами. Не разворачивайте свой ки в другое место. Поэтому называются манки. Вся слава кому? Мне ложное отречение. Гордаба называется. Горда. Очень горда. А ба. Это означает. На Волге, если кто-то жил, там люди говорят. Ба. Я помню, там. Батя один мужичок говорил. Он волжский. Мы приехали там. Пацаном я был. И он батю увидел. Давно они не виделись. А батя такой поправился. И он его увидел. Я тогда первый раз узнал, что такое ба. По-русски. И он такой увидел. Ба, Максим, да ты больно большой. То есть, ба, это что такое? Удивление. Такое. Восхищение. Горда, ба. Так вот, если вы поймете то, о чем я говорю, тогда не будете думать, почему он так сделал, зачем он так сделал, почему он вот так сам себя ведет. Потому что я очень хорошо знаю причинно-следственную связь. Причиной всех наших проблем является зависть и страх. А мне там рассказывайте про слабость сердца, про осад, это все между ними. Понимаете, да? Вот это вот все здесь разложено. Вот оттуда все истекает. И вот это все. И поэтому Кришна говорит, что мудрецы, изучив природу и того, и другого, пришли к выводу, что нет никого, кроме меня, верховной, божественной личности. И они безраздельно, без остатка, целиком посвящают себя предному служению мне. То есть, моим планом. Моим планом. Они не сидят и не думают, ой, как же бы вот мы там сейчас. Нет. Они идут и сражаются. И они сами добровольно отказываются от плодов деятельности. И они устремляются к плодам деятельности. Не из-за зависти, а из-за желания от нее, что избавиться от зависти и страха. Кришна. Верховного Господа знают далеко не все. Но он необычайно могущественен и обладает огромной властью. Хотя всесильный змей вечного времени, готовый поглотить каждого из нас, неустанно ищет, ой, неустанно охотится за своими жертвами, любой, кто из страха перед ним ищет покровительство Господа, непременно будет защищен. Ибо даже смерть в ужасе бежит прочь от Всевышнего. Вот почему я вручаю себя Господу, величайшему и всемогущему владыке, подлинному прибежищу всех и каждого. Это я вам тоже хочу сказать. Вот почему я вручаю себя перед страхом змея времени. Хотите узнать, что будет, когда вы умрете, прямо сегодня, если завтра будет все то же самое? Будет лекция, вот так вот все будет. Не верите? Посмотрите, сколько народу умирает, и все так же. А нам кажется, что что-то изменится. Нет. Нет. Через три месяца те женщины, которые вас любят, уже начнут привлекаться другими личностями. Мальчики уже начнут искать себе другого авторитета и так далее. Все будет продолжаться. Сорок. Сначала девять дней, потом сорок дней, а потом надо продолжать жизнь. И через год можно подытожить. Ну как, мы смогли без него? Да. Без вас точно так же. Девять дней, сорок дней. И да, можно выжить. Первые девять дней тяжело. На кого ж ты нас покинул, сволочь? То есть, это стинание связано к тому, что ты что сделал, скотина? Почему сдох? То есть, это не то, что ты нам плохо сделаешь, что нас бросил здесь, понимаешь ли? Это не значит, что вас прославляют. Ты ж нам пора... Нам геморрой такой сделала, куда-то сдохла что ли, и теперь надо будет думать, как твоих детей воспитывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, теперь будет... Мы же не жалеем человека. Мы себя жалеем, что он сдох, скотина. И всегда не вовремя, без предупреждения. Мы не подготовились. Ты можешь сначала детей вырастить, потом сдохнуть? Завтра вы умрёте, и все ваши планы рухнут. А вы так торопитесь на работу. Рабы, блин. Содержите своё тело здесь. Потому что это, по крайней мере, со служением связано. Или работайте ради Кришны. А это означает, отказывайтесь от плодов. Вот там за квартиру, зато немного у вас есть там чего-то. Всё остальное в процесс можете кинуть. Иначе вы будете очень сильно беспокоиться. Куда их истратить? Там будут планы. В башке столько планов будет. Вау! Даже не сомневайтесь. И очень благородные планы, кстати. Всё ради Кришны. Там всё так уже распределено. Ради духовного прогресса. Поверьте, каждый человек это чувствовал, ощущал. Но может жизнь наша прерваться мгновенно. Поэтому я как тех людей, которые мне очень дороги, ругаю так сильно. Потому что я на них надеюсь. Вы не сможете сразу это сделать. Это же осознание. Я 27 лет пытался это осознать. Потом ещё 4 года осознавал, как правильно это делать. Подчинялся идеально. Потом пришёл здесь, носил сумки с книгами. Мыл посуду. И так далее, и так далее. Почему? Потому что я ловил себя на том, что я боюсь это делать. И поэтому шёл на это. Я шёл на свой страх. Всегда. Это отличие моего. Я так воспитан. Я иду на свой страх. И на свой риск. Поэтому Бхакстан Сарасвати говорил, что Кришна особо любит тех, кто что рискует. А значит рискует, идёт на свой страх. На своё не хочу. На своё не получится идёт. И поэтому в шастрах, во всех шастрах, человека, который занимается духовной жизнью, называют воином. Воином. Везде. В христианстве, в мусульманстве воин. Это основное положение для любого человека. Для женщин, для мужчин. Женщина воин, мужчина воин. Так не говорят. Просто воин. Он воин, она воин. Всё. И когда мы говорим «канонизируют», это означает, что что? Ну, если вы посмотрите древние античные фрески или что-то, вы увидите, что в царстве небесном, я не знаю, как там запредельно говорят, не все воины. Потому что с булавами все, на вайкунтках все с чакрами и с булавами. Значит, они кто? В шлемах. А? Войны. Не войны только они где? Во Вриндау над Хами. Во Вриндау над Хами. Можно видеть, на сколько частей гулоков Вриндауна. Всё остальное, они войны. И поэтому можно видеть на древних, там, Рафаэль, там, Микеланджело, Буонаротти, там, кто-то ещё, там, Боск. Ну, все. Они рисуют так называемые небесные живые цвета. Все они в шлемах со щитами, воины, с мечами. Даже могут быть голые, но в каких-то лапах. Они воины. Женщины такие, воины. Вы видели, да? Кто-то из вас класс... Ну, понятно. Простите. Гордый. Говорит только, осознавая, что никто ничего не видел и не понимал проявление гордости. Простите. Боксёров видели? Самбистов, дзюдоистов. Люди же далеки от всего. Ужас. Вот почему классическую литературу, классику смотрят. Потому что она вся религиозная. Люди-то ходят в музей только для того, чтобы вдохновиться увидеть религиозную классику. Потому что вся, все эти писатели, весь классицизм, это связано с разными переживаниями живого существа. Там мы видим распятие Христово, там то, там Самсон разрывает пасть льву. Это все события, которые заставляют человека, который образован, задуматься о себе. А я-то так как бы живу, нет? Могу ли я разорвать пасть-то своему чему? Страху. Льва же боятся? Или змею он там, помните, змею он душит? Геракл. Это же все вот эти качества. Побеждали они этих. Потому что каждый олицетворен чем-то. И люди для этого ходили в музеи, слушали какую-то классическую музыку для того, чтобы размышлять о своем совершенстве, духовном совершенстве, о своих взаимоотношениях с Богом. Для этого на самом деле предназначены все галереи, залы камерных, камерные залы, органы и так далее. Только для того, чтобы вдохновиться, работать над своим страхом и завистью. А оттуда уже вытекает похоть, жадность, ну и все-все-все, что мы только можем найти. И мы говорим, вот такой характер. Значит, если мы будем избавляться от зависти и от страха, наш характер будет меняться? Даже не представляете, как. Очень сильно будет меняться. Я до сих пор не могу понять, как это значит действовать, не думая о победе и поражении. Как какой-то пример я не буду без себя это решить. Как я действую, думая о победе и поражении? О победе это значит, что хочешь чем наслаждаться и сражаешься? То есть ради этого действуешь? А если, так сказать, о поражении, то значит со страха набрасываешься. Там ради каких-то из зависти, а тут со страха. Поэтому нельзя руководствоваться. Потери и приобретения это опять зависть и страх. Поражение и победа это зависть и страх. Поэтому я вам рассказывал, как отец Александра Македонского, он шел и по одной галереи показывал. И они там все великие герои. Он говорит, а вот как они кончили? То есть что он показывал? Зависть и страх. И что он стал таким же? Из-за чего? Вот из-за этого? Из-за этой стенки или из-за этой? Александр Македонский какой стенкой привлекся? Конечно. Где великие личности. Он хотел быть великой личностью. И это признаки какой гуны? Страсти. Потому что величие этих людей не вот в этих победах, а в том, что они в себе победили страх и зависть. Это самый великий человек. Вот это и есть Атман. Атаман. Человек не действует из зависти и из страха. А действует из чего? Из чего же он действует? И Кришна говорит, действуй лишь для моего удовлетворения. Из преданности. Да. И говорится, преданность предшествует любви. Почему? Потому что такая преданность основана на просветленном разуме. То есть у тебя зависть есть, страх есть, но ты не руководствуешься. Они же есть. Есть, конечно. А у тебя есть господин. Потому что если нет господина, то все, что ты делаешь, ты руководствуешься чем? Все. Все. Просто мы этого не осознаем и себя обманываем. Все, что мы делаем, мы делаем из зависти и из страха полностью. От начала и до конца. А там мы уже называем практичностью, это необходимостью, там, ну, как вы не поймете, ну, это всякое там, это все это. Все это кренделя появляются. Поэтому человек, когда он познает причинно-следственную связь, то есть закон кармы, гуны и время, он предается. Поэтому он начинает действовать как атма, душа. Он понимает, что такое темнота невежества. Это означает завидовать и бояться. Это и есть темнота невежества. И веды помогают человеку избавиться. Пхаям шукам варджи тага. От зависти и от страха. А сомнения все оттуда возникают. Все остальное тоже. И поэтому люди стремятся к приятным вещам, потому что очень боятся каких. Все боятся неприятностей. А Кунти что говорит? Хочу. Вот видите как. Видите как. Со страху перед чем? Что забудет о Кришне. Вот именно. И она точно поняла, что когда какая-то проблема, я предаюсь Кришне. А когда нет проблем, я ему что? Я тут цирк устраиваю. Почему? Потому что она очень правдива. В чем величие такой женщины? Она очень правдива. Она себя не обманывает. Она не такая дура, как мы. Ой, там что моя Нина? Ой, там что там тот? Ой, там у меня бедный ребенок. Ой, ой. Из-за чего? Из-за зависти и из-за страха. Все. И это все двигает нами. Двигает, двигает. Мы набираем на свой горб того, чего не можем даже вывести. Потому что завистливый и трусливый человек, получив все, не вывезет этого. Это можно давать всем смелым и независтливым людям. Можно дать что угодно. Понимаете, да? Они это вывезут. А мы всех уничтожим. Кто посягать будет на то, чем боимся потерять. Поэтому нужно очень хорошо это медитировать. Мы должны пытаться это понять. Попытаться. Кришна говорит, попытайся это понять. Попытайся. Что такое любовь к родине? Что такое долг перед родиной? Все нужно взвесить. Понять, что такое любовь к детям. Что такое любовь в отречении. Попытай говорил, любовь не бывает в привязанности. Она может только возникать в чем? В отречении. Сама природа любви и отречения – это природа любви. Она отреченная. А вожделение, оно что делает? Привязывает живое существо. Зависть дает. Привязанность. Жадность. Страх потери. Того, к чему привязан. А почему ты, кстати, привязался? Потому что наслаждался этим. Вылавливаете, да? Привязанность. А как наслаждался? Это означает, считая, что это принадлежит кому? Тебе. Что это предназначено для моих чувственных наслаждений. И не отказывался от плодов. А что значит не отказывался от плодов? В этот момент, когда наслаждался, забывал о ком? Почему Кришна говорит, что я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам? Потому что в этот момент, когда человек даже занимается сексом, он не забывает. Для чего, ради чего? И как удерживать свое сознание? Прямо в момент этих всех оргазмов или чего-то еще. Это же медитация постоянная. Поэтому он не привязывается к объекту. Почему? Потому что он говорит, что одна и та же деятельность опускает, и та же самая деятельность что? Возвышает. Все. А люди привязываются сразу. Я и мое же. Я причина. Значит, кому все принадлежит? Мне. Я и мое. Все. Я причина того, что меня прославляют. Я причина. Значит, моя слава. Значит, кто на нее посягает, я буду сражаться с ними. Должность моя уже. Я такой там весь. Забочусь от других. А должность убрали, и что? И вместе с этим и забота ушла. Видите, да? Сразу другое начал место искать человек. Так мы и блуждаем. С одной планеты на другой. В поисках чего? Чувственных наслаждений. Из страха не получить их. И торопимся жить, не думая о чем? О смерти. Торопимся жить, не думая о смерти. Вот в чем проблема. Планов столько много. Поэтому пропадает, сказал, семь дней до смерти. Так нужно служить. Успеть. Успеть сказать об этом. Успеть это выслушать. Успеть совершить какое-то действие. И там он говорит, нужно понять, что есть действие, что есть бездействие и запрещенное действие. К чему это все относится? К сознанию. Все это относится к сознанию. А поскольку ум в гоне благости, то ближе всего к сознанию что? Ум. Несомненно. Несомненно ум. Но сильнее кто? Разум. Итак, ближе кто-то может быть, но слабее. А кто-то может быть дальше, но сильнее. Видите? И когда что это значит? Единство и различие. Это когда все в единство сходит. То есть различные вещи, друг друга что? Дополняющие. И тогда появляется такое понятие, как абсолютность. Как, допустим, у Кришны. У него есть тело, форма. Есть излучение там какое-то. И так далее. То есть вот этот Бхагаван, Параматма и Брахман. Мы не можем Кришну без Брахмана и без Параматмы воспринимать. Потому что Он Параматный. И Он же Брахмаджати. Когда этот свет, живое существо, оно счастливо, оно испытывает сильное счастье. Счастье в вечности, оно тоже существует. Оно просто несравнимо с счастьем знания. Когда знание с вечностью соединяется, еще счастливее человек становится. А когда Ананда еще сливается. То есть вечность и знание для того, чтобы взаимоотношение с Кришной, это называется изначальное положение живого существа. Поэтому Парапада и говорил, они собьют вас с толку, они дадут вам вечность. Или дадут только знание. Ну а поскольку вечность они не связали с Кришной, и знания не связали с Кришной, как же вы будете счастливы? Вам вынуждены будете от этого счастья отказаться. Почему? Потому что счастье живого существа во взаимоотношениях с кем-то. Каких? Лишенных зависти и страха. Лишенных зависти и страха. То есть вот то, что он говорит. Транцедентная зависть и транседентная что? Похоть. Как мы узнаем, что транседентная зависть и транседентная похоть, это и связано с завистью и с чем? Со страхом, конечно. Поэтому, пропады, говорят, сахаджи, они очень сильно боятся. И поэтому они похотливы. Почему женщины более похотливы, чем мужчины? Больше страха у них. Они боятся. Что, изнасилуют? Там по коридору. Там изнасиловали, сам изнасиловали, там изнасиловали, тут изнасиловали, тут ударят, тут оскорбят, тут... И у мужчин так же начинается. Этот страх появляется. И поэтому полубоги, они относятся к человеку в соответствии с тем, насколько в нем есть что? Из страха, да. Но они как относятся к нему? Видя, какую аскезу он на себя принимает. Даже продиктованную чем? Страхом и завистью. То есть он не боится чего? Аскезы. И поэтому народа говорит, о, блин, бесстрашные эти демоны, о, бесстрашные боги. Он, имея в виду, что они и те, и другие не боятся чего? Аскезы. Да. Не боятся аскезы они. Потому что они понимают, что аскезой все получает человек. Только аскезой можно получить. То есть аскезой можно удовлетворить страх, и можно аскезой удовлетворить что? Зависть. Поэтому и полубоги, и демоны очень хорошо понимают, что нельзя бояться аскезы. А самая высшая аскеза является что? Подчиняться Кришне. Да. Подчиняться. И поэтому все устают в храмах обычно от чего? Подчиняться. И боятся всегда от чего? Подчиняться. Почему? Потому что когда вы подчиняетесь, невозможно наслаждаться. Вот почему мы говорим, что Бога нет. Потому что если Он есть, стрёмно наслаждаться. Понимаете, да? Что Его нет? Папки нет дома, значит, что можно делать? Наслаждаться, да. Что, хата есть свободная? Почему свободная? Конечно, наслаждаться можно. Там совесть никто не будет давить. И так далее. Все так просто. Мы даже в обиходе постоянно это говорим. Ой, лучше давай в другом месте. Потому что здесь мы помним о Кришне. Стыдно. А мы поедем в другое место, и уже не стыдно. Все говорят, ой, здесь-то я такой, а вышел за ворота. И уже опять такой. Ну, конечно. Потому что живое свество, еще какое представление? Как у мусульман. Под одеялом он не видит, что я ем сало. Так оно и идет. Что сделаешь? А что нужно делать? Помните. Помните о Кришне. Манману, Баба, Ман, Бакта, Мадьяджи, Мам, Намаскуру. Поэтому, говорит, пусть ест свою рыбу. Он чистый, предный. А для нас кушать рыбу, то как это? Кушать рыбу и быть чистым, предный? Невозможно. Вступать в половые отношения и быть чистым, предным? Невозможно. Пить вино и быть чистым, предным? Невозможно. Невозможно? Да нет. Когда вы чистый, предный, все возможно. И по одной причине вы чему-то следуете, чтобы другие там, кстати, не подражали вам. И больше ничего. Потому что вам скажи в ухо, что надо умереть. И вы что? Умрете. Сын Шри-Васа Ачари, он продемонстрировал это. Когда он умер, Господь Читания его воскресил. И он сказал, ты что умер? А он сказал, так ты мне же сказал. Когда вот такой-то день наступит туда-сюда, ты должен умереть. Ну, день достал, все, я и помер. О, видите, да, что такое преданный? И там и Господь Читания его обнял. Он сказал, все, давай, возвращайся домой. Просто показать, кто такой преданный. И он шибко там не проповедовал, ничего не делал. Там такого, там великим не был. Он просто был такой в сердце. Что если Господь сказал, я тут же это сделал. И он что сказал? Он сказал ему, умри. И он что? Умер. И оставил все сразу. Зачем мы читаем эти истории? Люди какие-то великие истории. Поскольку гуны на нас действуют, мы какой-то из истории, какой-то великий момент выхватываем. По которому точно видно, в какой мы гуне. Понимаете, да? Вы понимаете, о чем я говорю или нет? Что по тому, над чем мы делаем акценты, какую личность мы там... Сразу определяются наши гуны. Как в одной лекции не разу Махараджи, там будет хлопать в ладоши, проповедовать и в ладоши хлопать. Ну что, давай? Я же проповедую. Но Шрива Сачарий не ради этого проповедовал. Ты запомни это? Хорошо. Он заботился о людях не ради этого. Это ты только так сидишь. Ну нифига, блин. Какая-то машина какая-то стрёмная, ёлки. Это что я? Только на это что все нахлопал что ли? А? А когда маму не вышел, так попробовать решил просто. И то ради жены. Он... О! Ничего себе! Ему даже стыдно стало. Куда это все? А у нас все ладошки красные. Да? Аж в больницу лег от хлопков. Ай, я... Мне надо переосмыслить. Не там хлопаю. Идем. Не надо, успокойтесь. Иначе останетесь трусами. Завистниками. А мне кажется, нет ничего противнее ощущать эту трусость. Вот я сколько... Вот тебе не противно, что ты... И все время чего-то ждешь. Не противно? Противно же? Посмотри. Как противно? Я подумал, почему они защищаются так? Он очень уязвимый человек. Он так защищается. Он очень хороший. Но он очень боится. Все это защита. И все плохие качества возникают оттуда. Воры вы все, вот эти бандиты, разбойники. Все это... Все это страх и зависть. Больше ничего. Поэтому говорится, что в Сатте-югу все были хамсами. Бабуды. Вы знаете, что такое асса? Почему мы говорим ас? Особенно налетчиков. Заметили, да? Асс. Да, бесстрашный, значит. И ассо, это означает без страха. Ассо. Поэтому на Кавказе, и вот на Осинский район, знаете, здесь ассо есть. Почему я говорю, что эти народы, они полностью сплетены в единую культуру. Кшатрийские народы. Это вот Буряты, Кавказцы все. Вот так вот всегда. Когда-то русские были очень большими воинами. Очень. Но все традиции у них что? Уничтожены полностью. И поэтому ничего не осталось. Трусливые, завистливые, спившиеся прихлебатели. На чужом горбу в рай въезжаются, хотят на чужой проповеди спекулировать, подражать кому-то и все остальное. Вам самим-то не противно так жить. Ладно, я, может быть, плохой дяденька. Может быть, я вас обидел, аппаратки вам нанес. Но у меня скоро я сгорю, у меня ноги отвалятся, глаза ослепнут, вы будете рады, что вот, и всем будете рассказывать. Это вот из-за того, что он меня отгорблял, но при этом будете думать, все равно я свинья, трус, блин, подонок. Никто не знает, наконец-то. Поэтому, каура, вы не могли спокойно жить. Пусть я буду очень плохой, дяденька. А вы будете очень хорошие. Продолжайте. Я, по крайней мере, всегда говорил, я могу вас научить тому, что я сам могу. Я никогда вас не учу там чему-то какому-то, чего я не соображаю, не могу, не понимаю. И еще верх моего совершенства, когда я, по крайней мере, пытаюсь человека вовлечь туда, чем я сам занимаюсь. Даже там я ничего не достиг крутого, но я знаю точно, что так надо делать. Поэтому я сказал, одни за все эти годы превратились еще в больших негодяев, а другие за эти годы очень многое поняли. И мне обидно, когда люди по 10, по 15 лет прослужили, и вообще у них даже пробела даже не образовалось. Точно Кришна говорит. Одна и та же деятельность может быть причиной деградации, и та же самая деятельность причиной возвышения. И когда мы завистливы, если у нас хозяин завистливый и трусливый, кем мы будем, как вы думаете? Мы станем оружием завистливого и трусливого человека. Орудием станем завистливого и трусливого человека. Вот почему Парупада говорил. При каких обстоятельствах нужно отвергнуть гуру? А мы там навеки, на то, на все. Шакти навеки. Татва навеки. А личность может что? Меняться. Скверняться может. Очищаться, наоборот. Лучше становится, хуже. Потому что личность сама определяет. Сравнивать себя с кем-то. Живое существо сравнивает, когда начинает завидовать. Все. Поэтому он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда. Не надо себя сравнивать ни с кем. Поэтому шастер говорит, ниже соломы валяющейся на дороге. Вот с кем можете себя сравнивать, сколько угодно. И подражать можете. Иначе все, крах. Будете завидовать и дружить из-за зависти. Ой, какая у нее шубка. Ой, какая хорошая женщина. Она дала мне деньги. Ой, у нее такие наряды. Ой, мы так с ней похожи. Знаете, я иногда этих двух подружек вижу. Мне кажется, та завидует ее шмуткам, а эта завидует ее качеством. И они поэтому сходятся. Так что передайте друг другу это, и все нормально будет. Не мучайтесь. Не мучайтесь, и все будет хорошо. Не надо. Помогайте друг другу, наоборот. Обучайте. Вы служите, который хорошо одевается. А вы не завидуйте, который очень хорошо знает. А то получается, все свои подвиги потом опять продать за это же. Это что такое-то? Опять, значит, все хорошие качества развивались ради чего? Ну, конечно, ради того же. То есть, кармы не хватало, теперь хорошие качества улучшили, чтобы теперь эту карму удовлетворить. То есть, ту же самую зависть удовлетворить и страхи эти. Это называется временная деятельность. Как Махарадж Парикши сказал, как купание слона. Столько сил отдать выкупаться, чтобы обязательно потом что сделать? Все сюда на себя обсыпать. Какой смысл? Вы же помогаете людям, не больше. Помогаете, чтобы они перестали бояться. Перестали завидовать. Мы из-за зависти и страхов столько в своей жизни делаем. Но это происходит постепенно. Просто вы это сейчас поймите. Возьмите это на вооружение и начните потихоньку двигаться. Потихоньку. Ну, хотя бы на 5 метров от того, что вы хотите отойти. Потом раз обратно приезжайте. Потом на 10. Раз обратно. Ой, две недели дома не были. Ой, ой, ой. Да ради бога. Ну, начните. Начните. А то так будете сидеть. И в голове только планы. Как вечером сегодня будете обниматься? Или как вы... Как я ее увижу? А хоть обниматься не будем, но как я ее увижу? Я без нее жить не могу. Вся жизнь мягкая только в ней. Ну, что вы, елки. Вы же мужики. Ладно, тетеньки, понятно. Они пусть любят таких мужиков. Бычками хватит быть. Да, Серега? Надо делать. А не на 2 недели убегать. И потом с такой героем. Ой, я вижу, как они герои. Вообще ужас. Вы знаете, как ребенок на велосипеде на двухколясном научился кататься и домой приходит. Знаете, как? И он там. И без рук. И там. Он выражает. Ну, и мы его там. И так. И сяк. Ой, так они тут тоже. Ой, была такая аскеза. Мы там так вообще сражались. Ой, столько было вообще. Успокойтесь. Ничего это не значит для героя. Тот, кто к этому привык, он даже во втором жизни за подвиг это не считает. А мы сейчас же новое, да? И мы говорим, молодец, молодец уже. Попу вытираешь, молодец. Теперь бы неплохо мыть. Он говорит, ну, я так не могу, но постепенно. Как-то мой. Ну, по факту я говорю, что это будет постепенно. Вот тогда нужно так вот все это. Сладко там все так. Ну, тогда. Но я-то вам говорю с концепцией. А там уж найдите себе, кто вас за ручку будет к этим концепциям вести. Или за ручку, или за что еще? Че торчит? Потому что если вы не определили цель, бесполезно. Бесполезно все. И если вы не знаете, как к этой цели, по 10 лет здесь просидели и не знаете, что страх и зависть это самое отвратительное чувство, которое нас побуждает ко всему. Никогда не двинетесь. Поэтому Кришна говорит Арджуне. Даже если тебя убьют, тебе нечего бояться. Пойдешь на ослепительную планету солнца. Там вдруг меня не пустят? Нет, там пустят тебя. Это ай-яй, это как это? А здесь, это у меня здесь еще 30 тысяч осталось. Ай-яй-яй, это как? Он говорит, не надо, не беспокойся. Все, мы их истратим без тебя. Это ай-яй, это ай-яй. Да давай, давай. Не, я так не могу. Надо постепенно. А про любовь нельзя рассказать мне? Вот твоя любовь. Вперед. На танке. Это не-не-не, я так не могу. Не-не-не. Это как-то можно постепенно. Ну давай тогда беги. В кусты там посиди. Мы сейчас по воюме здесь. В кустах посиди. Потом нам завидуют, что у нас будут ордена. Там все, у нас женщины будут лиды. Они плохие, они плохие. На самом деле, они грубьяны. Просто зависть вас сжигает и все. За что? Всегда завидовали смелым. Всегда завидовали разумным людям. И всегда людям привлекательным завидовали. И живите вот так. Томитесь, как наложница в гареме. Поэтому Дрю Махараш такой вообще прочитаешь. Малыш такой. Как он. Ой, как-то вот. Аскеда поперла. Все. Аскеда кончился. Ну, перестаньте. Вы смешны. Такие аскетичны. На языке, как на музыке. А как чудо, так вообще попу не оторвать вашу. Что, со слезами придете? Обидитесь? Не буду на твои лекции ходить. Дурак. Я смелый и независливый. Я туда. Ну, когда же ваш разум-то просветлет? Когда вы, как женщина, не будете на чувствах? Сколько лет-то прошло? Вы даже шнурки уже одели. Дудок у вас уже. Ну, маленько, маленько. Подпрыгивайте хоть. Чтобы вам в ухо можно было сказать. Все, давай, поехали. В Ангарск. Пошли. В войну. Я не могу. Давай проливай сначала. Знаете, порно посмотрим. Потом пойдем. Вы не пойдете совсем? И когда такое сознание развито, что вы готовы куда угодно. Хоть чем соприкасайтесь. Никто бояться не будет. Просто вас не будут гуру делать или очарями. Но вы будете назад к Богу отправляться. И все. Что в первую очередь будут этим привлекаться. А не с чем вы там соприкасаетесь. Выходите вы на балкон там. Раз виноград кушаете. Ой, окей. А потом раз туда. А там надо не завидовать и не бояться. Не, не, я так не могу. Можно это. Можно Лилы что-то там про Лилы рассказать. Нет, давай вот тренируйся теперь. Не, я не могу. Руки больные, ноги больные. Спать хочу. Жиро. Ну, так вот все. Зато утром в 4 у тебя женщины виноград принесут. Не, я не могу. Давайте в 12 виноград принесете. Не, так а ты что за 12 будешь делать? Ну, давай тогда отжимайся. Не, я не могу. У меня печень больная, легкая, пробитая. Так ты вообще что хочешь-то? Ну, давай на войну иди. Какая война? Миру мир. Понимаете? Вот так это, ну, зачем лезть тогда туда? Там же виноград-то и женщины возле каких-то людей. Завидовать начинаем. Гуру завидовать начинаем. Теем завидовать. Парупадый говорит, понятно, завидую, что я здесь. Помните, да? У вас такая машина, у вас там то, все. Это очарит фильм-то. Парупадый говорит, ладно, хорошо, я сяду туда, вы сюда. Давайте идите. Она сказала, вы это что? Про что это вы? Он говорит, ну, вы просто завидуете. Ну, идите, сядьте сюда. Идите. И что, она бы села, все бы слушали? Идите, конечно, все и пришли слушать такого человека. А почему? Не потому, что у него лексикон, красноречие, краснобайство или что-то. Вы знаете, да, что там слово красна отходит от слова крышна? Не знали, да? Варвара красна. Это Варвара крышна. То есть, Варвара это крышна. Парашурам. Так вот, люди, они думают, что это от чего-то, от того, от того. Нет. Так хорошо разум работает. Так хорошо слова подбираются. Параллели проводятся. И ориентируется человек, когда он избавляется от двух самых гадких причин. Того, что он тупой, некрасноречивый и все остальное. От каких? Конечно, от страха и зависти. Все. И поэтому мозги просветляются. Кришна говорит, от меня исходя знания памяти обвиняй. Давайте начинать. Давай, давай. Я выучился. Сейчас вот. А, так. И тогда вы теряете свое лицо. И просто цирк устраиваете. И мы сразу по вам узнаем, кто это. Вот это Лакшмин Райна говорит. А это вот Читани Чандра говорит. Это вот тот. Понимаете, да? То есть, удел-то какой получается? Играть. Артист. Лицидей. Начальник. Это же вы. Да? Виссарион. Зачем кем-то быть? Или казаться кем-то? Надо быть, а не казаться. Если вы вот такой, ну и будьте самим собой. Потому что человек просто, избавляясь от зависти и от страха, он становится самим собой. Потому что пока он боится и завидует, он все время кем-то хочет быть. То есть, кем-то вот. Изображать о себе. Что все думали, что он такой вот крутой. Да не надо, что. Ну, а он-то кто? Он же знает, кто он. Тупой. Слащавый. Трусливый. И тогда он начинает изображать о себе смелых и не слащавых. Изображать. А что его на это толкает? Зависть и страх. Все. Больше ничего. Зависть, которая в итоге потом трансформируется во что? В вожделение получить тоже. Сравнивать себя начинает. Чем я хуже? Я тоже хочу таких же баб. И так далее. И все. Я тоже хочу таких отношений. Я тоже хочу. Вот не будет таких отношений, вы бы не увидели. Захотели бы? А? Захотело? Нет. Значит, чем продиктовано? Зависть. А если мы себя на этом не остановили, оно будет раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. Понимаете, да? Потому что эти отношения получили не из-за похоти. А из-за того, что эти люди были оценены так. Потому что они сражались. Переступали через свою зависть и страхи. И поэтому их приблизили. А ваше дело все подражать. Сколько раз вам говорю, вам самим-то не противно изображать из себя кого-то. Вы лучше путь этих людей пройдите, чем им подражать языком, мордочкой. Путь пройдите. Признайтесь себе сначала. Я же вам и сказал, что сначала надо признаться себе, что я кто? Трус. Трус и завистник. А вы с вами как не разговариваете? Они говорят, вы что, ну от мамы наняты, это же гад просто. Ну, елки. Что такое? Ну, вообще. Обвиняют нас и все в трусости. И в зависти. Что за морда, блин, такая? Видать, его совсем уже обуревает. Совсем эта зависть. Видимо, нам завидуют, что ли? Нам, таким смелым и богатым, красивым и знающим. Что наши слова, блин, крепче железа. Что мы столько проповедовали. Мы столько... Видимо, завидуют нам. В чем соревноваться-то, я не знаю. Я наоборот думаю, сострадаю вам, что вы такие жадные, такие лицемерные. Я вот иногда вижу, как себе присваиваете все. То есть, как из себя что изображаете. И я думаю, о боже мой, что они делают? Они же делают сами только хуже себе. Я-то вам не завидую, а я думаю, о боже мой, что будет с этим человеком? Что будет с ним? Я его теряю. Такого завистливого, возгордившегося все я теряю. Он становится все более бесполезным. Понимаете, да? Зависть, страх, все это делает нас бесполезными. Чего вы боитесь, что вас кто-то оставит? Ну, пусть оставит. Ну, а что дальше-то? Ты боишься, что тебя все заставят? Жена оставит, дети тебя бросят. Ну, как не боишься? А чего бы за них тогда держался? Держался бы за стопы Кришны. Чего бояться-то? А чего? О, видишь? Значит, о смерти как надо бояться? Служить Кришне. Только О, Он освобождает нас от страхов. А у нас вот здесь у всех иллюзия, что мы Ему что? Служим. А что у нас? Голова просветлела. Мы элементарный вопрос решить не могут иногда люди. Слона взвесить не могут, и все. Вы посмотрите, мозги-то какие. Еще соревноваться, думает еще соревноваться, не соревноваться. В чем? Я вас обыграю во всем. Зачем? Вот с ребенком что соревноваться? Кто дальше прыгнет, кто быстрее догадается. Вот ребенок. Ты сейчас будешь с Тимошкой соревноваться? В силе, в славе, в том все. Тимошка единственное может в чем победить? Что он очень искренне, открытый. У него что есть, так вот это всем видно. А ты проиграешь ему только в одном. В чем? Конечно, притворщик, лицемер и все остальное. Он лучше по этому. В этом он выиграет нас. Всегда. И Тимошкой так привлекаются, как к тобой нет. У Тимошки денег нет, ни хрена нет Мерседеса. А его все тискают, ему что-то дают. Представляешь? У Тимая-то все радуются видеть его. А нас так говорят. О, блин. Или нам надо выпендриваться, Тимошек из себя изображать. Конечно, потому что они открыты. Пусть они там такие боятся, но они не лицемерят. Дети единственным качеством привлекательны. Так же, как и человек. Человек, который не лицемерит из себя. Вот. Он очень привлекателен. Очень привлекателен. Даже во всех своих недостатках. Кришна, он никого из себя не изображает. И поэтому даже когда он болеет, боится, все им привлекаются. Тимая-то там, его защищают туда-сюда. Конечно. Чем более притворный человек, тем более он такой отталкивающий. По сути. По сути. По сути. Можно же очень хорошо притворяться, чтобы много таких же дураков притянуть. По сути-то можно притворяться движимой завистью и страхом? Конечно. Под кого угодно можно притвориться. Прямо в нас будут видеть того человека, которому мы подражаем. Прямо видеть его будут? Не для кого же не секрет. А внешне-то это не совсем правильно. Мы же должны понять суть этого. Чего он кланяется, как я? А чего он пешком не ходит? Почему он не носит сумки за всеми и считает, что ему шофером не надо быть? А почему бы он не стал полы мыть и туалеты здесь предным мыть? А ты думаешь, я мыл? Да еще как? Я шел туда, с чего я не хотел. И понимал, что только так можно пройти туда. Понимаете, да? Когда вы идете к тому, что вас позорно для вас. Значит, вы идете в правильном направлении. Когда вы идете то, чего вы боитесь. Когда вы идете туда, где вас могут обсмеять. Вы идете туда. Вы идете в свои страхи. Понимаете, да? Я с этого начал. Я знал, что так надо делать. Я стал так делать. И все. В этом только был успех. А узнал я это, естественно, из разных писаний. Что надо идти к своим страхам. Чтобы с ними сразиться, надо к ним идти. Прямо. Не надо вилять. Если вы хотите стать предным, надо предным стать там, где вы нагадили. А не убежать и стать хорошим в другом месте. Потому что настоящая предность проявится там, где вас не уважают. Понимаете, да? Настоящая предность проявится там, где вас крокодил за ногу схватил. Настоящая преданность Будет там проявляться, где Надо будет предаться, понимаете, да? Вы понимаете? А не предать Это целый подвиг Я иногда на вас смотрю, думаю, ой, боже мой Я иногда чувствую себя очень жестоким Я тоже чувствую себя очень жестоким Потому что я иногда, видимо, требую от вас того Что вы даже, ну, не только в этой жизни Что вы так Зачем вы так делаете? Ой, 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 прости, прости Ой, ёлкин, кому я же такие слова сказал? Ну, прости меня Давай, давай штаны снимай Пацаны у тебя в задницу Ой, что сказал, думаю, ой, боже мой Вот, ну, на кому сказал, а? Ребёнок тут, понимаешь, бедный, страдатель Ой, ё-моё, я такое сказал ему в лоб Ну, вообще ужас Гороший вообще Мудрые не беспокоят, не вешт Вы сразу мне это можете процитировать Да? Мудрые не беспокоят, не вешт Это самый мой девиз Тыкайте меня в лоб сразу Мудрые не беспокоят, не вешт Они пропитывают деятельность ту, которой занимаются невежи Духом преданного служения Для постепенного развития Аднани Кришны Вы мне сразу об этом напоминаете И я так Просить прощения, плакать, не знаю Серьёзно? Я всё время прошу прощения Как только я чувствую, этот стих начинает в башке у меня Ты чё, скотина, лакшмяк? Ты на кого поднял борозду? Ты видишь, он какой вообще Ты пропаишься, Махараш, меня помню, как дочитывал Ты скажи спасибо, что он Харе Кришна может сказать А ты от него требуешь Помните, я вам рассказывал? И я сразу И всё И спокойно И он спился и умер Этот человек Наделал столько делов Что его пол города хотели убить Он был президентом моего храма И я ему служил Оказывается, я от него слишком много потребовал Если бы он хотя бы половину сделал того, что я от него требовал Он был бы сейчас жив Помнишь, да? Помнишь ты? И мне так жалко Когда я узнал, что он умер Я думал, е-мое Потому что я его как хорошего парня ругал Потому что я считал его очень хорошим И поэтому ругал Ругают-то хороших людей Поймите Не ругают плохих Плохих бесполезно ругать Их жизнь учит Плохих людей бьют И не мы Потом приходит какой-то деспот И начинает их истреблять Придет калки-аватар И всех плохих людей Что сделает? Да истребит их И они будут кричать А нельзя ли как мягче? Все, было время Чашка чая Все Финита Ла комеди Так ведь? Представьте На вас завтра кто-нибудь нападет Начнет вас душить А вы ему скажете А вы не могли бы как-то мягче? Хорошо Так-так-так Выше-выше-выше Так-так А вот здесь поцарапай Поцарапай Вы что думаете Так с вами будет? Как с Лакшвина Райда Что ты на меня наезжаешь? Он будет Ой, извини Мудрый Не беспокоит Не верь Все меня так бьешь Ой, прости Аппаратки это были А вы ему там расскажете Напишите письмецо Такого не будет Не будет в вашей жизни Такого никогда Жизнь совершенно по-другому Распорядится с вами Да, серый? Ужасно Порой нервная система Даже не выдерживает Да, думаешь Пойду сейчас Или кого-нибудь завалю Или просто сам вздернусь Люди в таком экстриме Иногда побывали Так, ой-ой-ой Я в своей жизни Очень много Экстремальных ситуаций Видел Позорных Не надо было Переступать через свои Все эти страхи Переступать надо было И как сделать это? Очень разумно Не глупо А разум в чем? Что потом Тебя за это не будет Что? Совесть мучит Что ты так поступил Вот в чем разум Это не просто Преодолеть свой страх А так это сделать Чтобы потом Тебя не сжег позор Поэтому смелых людей Я терпеть не могу Мне нравятся Какие? Бесстрашные Но их бесстрашие Возникло из их Что? Просветленного разума И это видно В людях Что они разумны Они дурачки какие-то Так что давайте Как в Гайатре говорится Вместе будем служить Кришне И будем избавляться От своей зависти От сарахов От своего властолюбия От тщеславия От того и сего Ничего Для нас это только благоприятно Потому что мы становимся Более что? Храбрее И менее завистее А значит Более сострадательны К другим Более чуткими К другим И поэтому Мы не будем Этих людей С ними церемониться Мягкотельничать Не будем церемониться Господь Нитинаны Так себя вел Харидаст Хакур Так себя вел Ходили от двери к двери И просили людей принять И их и били И то и все А они не боялись Потому что ради этого побить И потерпеть Только одно счастье Герой Я помню Я помню Кусок фильма Там показывали Какой-то Но там немножко не так Потому что я читал В книге В свое время Много лет назад Лет 20 назад Там Когда Сергей Александрович Есенина В ГПУ забрали И хотели из него Сделать стукача В ГПУ А на него Очень много дел Уголовных было заведено И за каждое дело Если все это Можно было посадить Его навсегда И определенные силы Хотели его посадить И в ГПУ Стали его держать А за него Стали бороться Как бы Две силы Та хотела Его уничтожить А одна сила Хотела его защитить И еще была Третья сила Которая хотела Из него сделать Своё оружие И так Три силы Вот так вот На нем Сконцентрировались И он сидит И его там Начинают бить Пытать Там все такое Избивать Его унижать А он только Всякие шутки Отвешивает Его и забьют И он во время этого Когда его там Всякие шутки Отвешивает И один И один человек Его знал Да Из этого ГПУ И он Когда узнал Что его пытают И там Ну Вообще Бьют его Каждый день Спать не дают Все такое Он пришел к ним И сказал Вы что делаете Дураки А они такие Что ты его пожалел Он говорит Твои вы дураки Он за счастье Считает Так умереть Вы ему помогаете Быть героем Я его знаю Он никого не боится И он боялся Умереть Как-то по-другому Сейчас вы делаете Его счастливым Он сейчас Чувствует себя Иисусом Христом Героем Вы сейчас Сделайте Что он без сожалений Сейчас Он сейчас Там в камере Считает Лежит сейчас Из битвы И думает Не зря я прожил жизнь Вот так Добейте Он весь сконцентрируется Вы что делаете Он говорит Дураки Вы его вообще Не знаете Вы сейчас Делаете только Лучше ему А поскольку Сами вы кто То есть Они поступали Так думали Так думали Что его так Надо Потому что Сами этого Боялись И Когда Они сказали А как же Он глубоко Сострадательный Человек Глубоко Благородный Сострадательный Подсадите К нему Подсадную Утку Избитую Как он Своей Жизни Он не Пожалеет Но чужую И точно Там Посадили К нему Какого-то Человека Избитого И он Ему Сострадать Стал И начал Ему Все Рассказывать То Что Они Хотели От него И выведать Почти Как Махарадж Пхарата Его Чем-то Запугать Было Невозможно Но Олененку Он Что Засострадал И это Было Его Слабое Место Ну Что Еще Часть Того Что Он Царь Оставалась Что Он Как Посострадал Олененку Телесно Конечно И вот Они Так же Сделали Что Тело Увидел Он Истеза И он Сказал Чуж Тебя Так А тот Все Равно От Меня Ничего Не Вы Я Все Равно О Какой Молодец И тот Так Нашел Так Когда он Узнал Что Это Провокатор Он Стал Его Там Убивать Он Вычислил Потому Что Там Шнурки Отбирали Ремни А у Него Оказался И Карандаш И Бумажка И Ремень И Шнурки И Подтяжки У Него Были И Он Такой Раз Когда Увидел А И Понял И Стал Его Там Убивать И Я Историю Рассказываю К тому Что Многие Люди Совсем Не Того Боятся Да Чего Мы Боимся Он Боялся Умереть Как То И Прожить Жизнь Подлая Как То И Поэтому Столько Много Сделал Вызов А Все Кто Его Окружали Были Трусами И Завистниками В основном Рядом С ним В нем Он Не Завидовал И Он Был Смелым Человеком Поэтому Вокруг Него Всегда Хевра И Как В свое Время Написали Что Имена Всех Остальных Мы Знаем Только Потому Что Вокруг Кого Они Вились Вот Не Проклял Быш Ринге Махараджа Парикшита Кто Нибудь Бы Знал Ашринги Или Ашаймики Муни Представляете В Бхагаватам Они все связаны Только с Махараджем Парикшитом Так вот История Так Иногда И Это Порождает Зависть К Великим Людям И Каждый Хочет Стать Каким Из Этого Великим Сам Поэтому Такие Люди Никогда Не Становятся Великими С Позиции Бога Которые Из Зависти Решили Стать Великими Сами А как Осознаешь Если У человека Зависть И Трусость И он От этого Не очищается Как он Может Осознать Все Покрывает Истинное Знание Живого Существа Там же Вожделение Так Вожделение В чем Значит Проявлено В Зависти И Страх Конечно Но Этот Вечный Враг Живого Существа Змея Курица И Свинья